Привыкнув играть в карты в одиночестве, сразу из-за себя и за партнера, она бормотала сначала неловкие извинения Франсуазы, а затем отвечала на них с таким пылким негодованием, что если кто-нибудь из нас случайно входил к ней в такие минуты, то заставал ее всю в поту с блестящими от возбуждения глазами, со съехавшими на бок накладными волосами, так что обнажался ее лысый череп. Вероятно, Франсуазе часто приходилось слышать из соседней комнаты обращенные к ней язвительные сарказмы, придумывание которых не дало бы достаточного удовлетворения тете, если бы они оставались, так сказать, в чисто невещественном состоянии, и если бы, бормоча их в полголоса, она не сообщала им больше реальности. Иногда, впрочем, даже представления в кровати не удовлетворяли тетю, она хотела, чтобы они были разыграны в лицах. В таких случаях в одно из воскресений все двери ее комнат таинственно запирались, и она поверяла Явлалии свои сомнения насчет честности Франсуазы и свое намерение отделаться от нее. А в другой раз высказывала Франсуазе свои подозрения насчет вероломства Явлалии, перед которой скоро придется закрыть дверь. Через несколько дней она наполнялась отвращением к своей недавней наперснице и возобновляла дружбу с предательницей, которые, впрочем, на ближайшем представлении снова менялись ролями. Но подозрения, внушаемые ей иногда Явлалией, были только минутной вспышкой. Они быстро угасали за отсутствием пищи, так как Явлалия не жила в одном доме с тетей. Совсем иначе дело обстояло с подозрениями, касавшимися Франсуазы, присутствие которой под кровлей нашего дома тетя постоянно ощущала. Хотя из боязни простуды никогда не решалось покинуть постель и спуститься в кухню, чтобы проверить основательность этих подозрений. Мало-помалу вся деятельность ее ума свелась к угадыванию того, что в каждый данный момент может делать, что скрывает от нее Франсуаза. Она подмечала самые мимолетные выражения ее лица, малейшее противоречие в ее словах, малейшее желание, которое, казалось, та хотела скрыть. Тетя показывала, что видит ее насквозь, разоблачала ее одним каким-нибудь словом, от которого Франсуаза бледнела, и которое тетя с какой-то сладострастной жестокостью вонзала в сердце несчастный. И в ближайшее воскресенье какое-нибудь разоблачение явлалий, подобно тем открытиям, что вдруг освещают никем ранее не подозревавшееся поле исследования только что возникшей науки, двигавшейся до тех пор по проторенным путям, доказывала тете, что самое худшее ее предположение – ничто по сравнению с действительностью. «Но ведь Франсуаза должна это знать теперь, после того, как вы подарили ей экипаж», – заявляла явлалия. «Я подарил ей экипаж?» – восклицала тетя. «Боже мой, я ничего не знаю!» «Я так думала, увидев вчера, как она ехала в коляске, гордая, как артабан, на руссенвильский рынок. Я подумала, что госпожа Октав подарила ей эту коляску». Мало-помалу Франсуаза и тетя, словно дичий охотник, всю изобретательность своего ума стали тратить на то, чтобы не попасться на уловки друг друга. Мама боялась, как бы у Франсуаза не развилась настоящая ненависть к тете, наносившей ей жесточайшие оскорбления, какие только можно придумать. Во всяком случае, Франсуаза все больше и больше стала уделять самое пристальное внимание малейшему тетиному слову, малейшему ее движению. Если ей нужно было что-нибудь попросить у тети, она долго колебалась, избирая способ, каким следует это сделать. И когда она, наконец, высказывала свою просьбу, то украдкой наблюдала за тетей, стараясь по выражению ее лица угадать, что тетя думала и каково будет ее решение. Вот таким-то образом, в то время как какой-нибудь художник или писатель, читая мемуары 17 века, и желая ближе подойти к личности великого короля, думает, что он, скорее всего, достигнет успеха, если сочинит генеалогию, связывающую его самого с какой-нибудь исторической фамилией, или вступит в переписку с кем-нибудь из современных европейских государей, и тем самым как раз поворачивается к спиной, к тому, что он ошибочно ищет под торжественными и, следовательно, мертвыми формами. Стареющая провинциальная дама, благодаря одному только слепому повиновению, непреодолимым своим манием и рожденному праздностью духу злобы, видела, никогда не помышляя о Людовике XIV, как самые незначительные повседневные ее занятия, утренний туалет, завтрак, послеполуденный сон, в некоторой степени приобретают вследствие деспотической своей причудливости занимательность того, что Сен-Симон называл механикой Версальской жизни. А также способна была проникнуться убеждением, что ее молчание, малейший намек на благосклонную или презрительную улыбку являются предметом таких же страстных, таких же тщательных комментариев Франсуазы, какими сопровождались молчание, благосклонная или презрительная улыбка короля, когда какой-нибудь придворный или даже первейшие вельможи вручали ему всеподданнейшее прошение где-нибудь на повороте аллеи в Версале. Однажды в воскресенье, когда тетя отдыхала после одновременного визита Кюре и Евлалии, мы все поднялись пожелать ей спокойной ночи, и мама выразила ей соболезнования по поводу того, что гости ее всегда так неудачно приходят в одно и то же время. «Мне оговорили, что и сегодня обстоятельства сложились неудачно, Леония», мягко сказала она. «Опять вам пришлось принимать ваших друзей одновременно». Тут моя двоюродная бабушка перебила маму. Такое изобилие приятных вещей, ибо с начала болезни своей дочери она считала своей обязанностью ободрять ее, всегда изображая ей вещи в благоприятном свете. Но в этот момент взял слово отец. «Я хочу воспользоваться», сказал он, «тем, что вся семья в сборе, и расскажу вам один случай, иначе мне пришлось бы повторять свой рассказ каждому в отдельности. Боюсь, не сердится ли на нас Ле Гранден. Он совсем небрежно поздоровался со мной сегодня утром». Я не остался слушать рассказ отца, потому что я был вместе с ним после мессы, когда мы встретились с господином Ле Гранденом. Вместо этого я спустился в кухню узнать меню обеда, которая каждый день занимала меня как газетные новости и наполняла возбуждением как программа предстоящего празднества. Так как Ле Гранден прошел мимо нас, выйдя из церкви рядом с одной соседней помещицей, с которой мы не были знакомы, то отец, не останавливаясь, поклонился ему дружески, но сдержанно. Господин Ле Гранден едва ответил ему с удивленным видом, как если бы он не узнавал нас, и с тем особенным выражением во взгляде, которое свойственно лицам, не желающим быть любезными и смотрящими на вас с ощуренными глазами так, точно вы находитесь на самом конце бесконечно длинной дороги и на таком большом расстоянии от них, что они ограничиваются по отношению к вам еле заметным кивком головы в соответствии с вашими кукольными размерами. Дама, сопровождавшая Ле Грандена, была особо добродетельная и уважаемая. Не могло быть и речи о том, что он занимается волокитством и недоволен, что его застали за этим делом. Поэтому мой отец недоумевал, чем он мог вызвать недовольство Ле Грандена. «Я с тем большим сожалению узнал бы о его обиде на нас», сказал отец, «что среди этой разодетой по праздничному толпы он в своем коротком пиджачке, в своем мягком галстуке имеет вид подлинно непринужденный, подлинно простой. Своей наивно беспечной внешностью он производит очень симпатичное впечатление». Но семейный совет вынес единогласное решение, что отцу все это почудилось или что Ле Гранден в тот момент был поглощен какой-нибудь мыслью. К тому же опасения моего отца были рассеяны на другой же день. Возвращаясь с дальней прогулки, мы заметили подле старого моста Ле Грандена, который по случаю праздников остался на несколько дней в Камбре. Он подошел к нам с протянутой рукой. «Знаете ли вы, любитель чтения, обратился он ко мне, этот стих Поля де Жардена? Леса уже черны, но небо голубое». Не правда ли, как тонко это передает час, подобный настоящему? «Может быть, вы никогда не читали Поля де Жардена? Читайте его, дитя мое». В настоящее время он обратился, говорят, в проповедника, но долгое время он был таким чудесным акварелистом. Леса уже черны, но небо голубое. «Пусть небо всегда остается голубым для вас, мой юный друг, и даже в час, который наступает теперь для меня, когда леса уже черны, когда уже сгустилась тьма, вы будете находить утешение, как нахожу его я, смотря на небо». Он вынул из кармана папиросу, долго стоял неподвижно, устремив глаза к горизонту. «До свидания, друзья», сказал он вдруг и покинул нас. В час, когда я спускался в кухню узнать меню, приготовление обеда шло уже полным ходом, и Франсуаза, командуя силами природы, обратившимися в ее помощниц, как в сказках, где великаны нанимаются в кухонные мужики, дробила каменный уголь, тушила картофель в пару и дожаривала на огне кулинарные шедевры, предварительно приготовленные в одной из многочисленных посудин, длинный ряд которых начинался с больших ушатов, котлов, котелков, рыбных чашек, мисок для дичи, форм для пирожных, горшочков для сливок и кончался полным набором кастрюль всех размеров. Я останавливался подле стола, где судомойка заканчивала лущение горошка, зернышки которого тянулись длинными лентами, словно зеленые шарики, приготовленные для игры. Но предметом моего восхищения была спаржа, окрашенная в ультрамариновый и розовый цвет, головки которой, чуть тронутые лиловым и лазурью, незаметно переходили в белые корешки, еще слегка выпочканные землей грядки, в которой они росли, путем неземных каких-то радужных переливов. Мне казалось, что эти небесные оттенки служат указанием на присутствие восхитительных созданий по какой-то своей прихоти, пожелавших превратиться в овощи и сквозь маскарадный костюм, облекающий их съедобное и плотное тело, позволявших мне различить в этих красках, занимающейся зари, в этих радужных переливах, в этих голубых вечерних тенях всю драгоценную сущность. И я снова ее узнавал, когда в течение всей ночи, следовавшей после обеда, за которым я их отведывал, они тешились тем, что в поэтичных и грубоватых своих фарсах, подобных феерии шекспировской летней ночи, превращали мой ночной горшок в сосуд, наполненный благоуханиями. Спаржа эта лежала в корзинке возле бедной судомойки «Милосердие Джотто», как называл ее Сван, которая Франсуаза поручала чистку овощей. При этом занятии вид у «Милосердия» был скорбный, как если бы она переживала все земные горести, и легкие лазурные венчики, украшавшие головки спаржи над розовыми туниками, в которые облекалось ее тело, были тонко очерчены звездочка за звездочкой, как цветочки на фреске Джотто в венке и корзинке подуанской добродетели. Тем временем Франсуаза поворачивала на вертеле цыпленка, поджаривая его так, как она одна умела делать, одного из тех цыплят, которые разнесли далеко за пределы камбре славу ее искусства. И когда она подавала их нам на стол, внушали мне убеждение, что господствующей чертой ее характера являются доброта и нежность. Аромат этого жареного мяса, которое она умела делать таким маслянистым и таким нежным, казался мне запахом одной из многочисленных ее добродетелей. Но в тот день, когда я спустился в кухню, покинув отца за семейным совещанием относительно встречи с Легранденом, милосердие Джотто была еще очень больна после своих недавних родов и не могла встать с постели. Франсуаза, лишенная помощницы, запаздывала. Когда я сошел вниз, Франсуаза в задней кухне, выходившей на птичий двор, резала цыпленка, который, благодаря своему отчаянному и вполне понятному сопротивлению, сопровождавшемуся, однако, криками взбешенной Франсуазы, метившей ему ножом как раз под ухо, «Ах ты, паршивец! Ах ты, паршивец!» выставлял святую доброту и мягкосердечие нашей служанки в несколько невыгодном свете. Не так, как за обедом, когда его расшитая золотом кожа бывала похожа на ризу священника, а драгоценный его сок капал словно из потира. Когда он был мертв, Франсуаза собрала лившуюся из него кровь, в которой, однако, не потопила своего озлобления, еще раз с гневом взглянула на труп своего врага и промолвила, «Ах, паршивец!» Я поднялся наверх весь дрожа. Мне хотелось, чтобы Франсуазу немедленно прогнали. Но кто тогда готовил бы мне горячие пышки, всегда такой ароматный кофе и даже этих цыплят? В действительности, все прочие, подобно мне, тоже, должно быть, руководились этими малодушными соображениями. В самом деле, тетя Леония знала, хотя мне самому это не было еще известно, что Франсуаза, которая безропотно пожертвовала бы жизнью за свою дочь или за своих племянников, проявляла необыкновенное бессердечие ко всем другим людям. Несмотря на это, тетя держала ее у себя, ибо, зная ее жестокость, она ценила ее услуги. Мало-помалу я дознался, что мягкость, благодушие и вообще добродетели Франсуазы таят за собой множество кухонных трагедий, подобно тому, как история обнаруживает, что царствование королей и королев, изображенных на церковных витражах молитвенно колено преклоненными, сопровождалось жестокостями и пролитием крови. Я отдал себе отчет, что за исключением ее родственников, люди возбуждали в ней своими страданиями тем большую жалость, чем большее расстояние отделяло ее от них. Потоки слез, которые она проливала, читая в газете о несчастьях, постигших неизвестных ей людей, быстро иссякли бы, если бы она могла немного отчетливее представить себе пострадавших. Однажды ночью, вскоре после родов, судомойка почувствовала жестокие боли. Услышав ее стоны, мама встала с постели и разбудила Франсуазу. Но та самым спокойным тоном заявила, что все эти крики – комедия, что судомойка хочет разыграть барыню. Доктор, опасавшийся приступов этих болей, положил в одной нашей медицинской книге закладку на странице, где содержалось описание их симптомов, и рекомендовал нам найти там перечень мер, которые следует принять для оказания первой помощи. Мама послала Франсуазу за книгой, наказав ей не выронить закладки. Прошел час, а Франсуаза еще не возвращалась. Мама подумала, что она пошла спать и в негодовании велела мне самому сходить в библиотеку. Я застал там Франсуазу, которая, полюбопытствовав узнать, что содержится на заложенной странице, читала клиническое описание послеродовых болей и горько рыдала, ибо речь шла о типическом случае болезни у неизвестной ей женщины. При каждом болезненном симптоме, упомянутом в книге, она восклицала, «Ах, Мать и Божия, возможно ли, чтобы Господь посылал такие страдания бедным своим созданием? Ах, несчастная!» Но когда я ее позвал, и она возвратилась к постели милосердия Джотто, слезы ее тотчас перестали литься из ее глаз. Она не могла найти достаточного повода ни для того приятного ощущения жалости и умиления, которое было ей так хорошо известно, и так часто возбуждалось в ней чтением газет, ни для какого-нибудь другого удовольствия в том же роде. Она была только раздражена и обозлена тем, что ее подняли среди ночи с постели ради судомойки, вследствие чего, при виде тех же страданий, описание которых вызвало у нее слезы, она только недовольно ворчала и даже отпускала язвительные замечания. Когда подумала, что мы ушли и не можем больше слышать ее, в таком роде. Просто ей не нужно было делать того, что привело ее ко всем этим страданиям. Ей это доставляло удовольствие. Так пусть же не строит теперь неженки. Должно быть, паренек был очень уж невзыскателен, если сошелся с такою. Совсем так, как говорили у меня на родине. Кто влюбится в собачий зад, в нем розы чует аромат. Если при малейшем насморке своего внука она, не ложась совсем спать, отправлялась ночью, даже будучи больна, узнать, не нужно ли ему чего-нибудь, и делала четырелье пешком, чтобы с рассветом вернуться к своей работе, то эта самая любовь к своим родным и желание утвердить будущее величия своего дома заставляли ее держаться в своей политике по отношению к другим слугам одного неизменного правила, а именно не пускать никого из них на порог тетиной комнаты. Она в некотором роде гордилась тем, что никому другому не позволяла подойти к тете, и даже когда бывала больна, принуждала себя вставать с постели и подавать тете ее виши, лишь бы только не уступить судомойке право лицезрения своей госпожи. И подобно изученному фабрам перепончатокрылому земляной осе, которая для обеспечения личинок после своей смерти свежим кормом призывает на помощь своей жестокости анатомию, и наловив долгоносиков и пауков с изумительным знанием и ловкостью поражает в них жалом нервные центры, управляющие движением лапок, но не касающиеся других функций организма, так, чтобы парализованное насекомое, возле которого она кладет свои яички, снабжало личинки, когда они вылупятся, послушной и безобидной дичью, не способной убежать или сопротивляться, но нисколько не протухшей. Франсуаза тоже, в угоду непреклонному своему решению сделать жизнь в тетином доме невыносимой для других служанок, прибегала к самым утонченным и безжалостным уловкам. Так почти ежедневное появление на нашем столе спаржи в то лето, как мы узнали много лет спустя, объяснялось тем, что ее запах вызывал у бедной судомойки, занимавшейся чисткой этого овоща, такие жестокие припадки астмы, что она в конце концов вынуждена была покинуть службу. Увы, нам пришлось окончательно изменить мнение о Леграндене. В одной из воскресений, после нашей встречи с ним на Старом мосту, заставившей отца признать свою ошибку, когда месса кончалась, и вместе с солнечными лучами и уличным шумом в церковь вторгалось что-то до такой степени мирское, что госпожа Гупиль и госпожа Перспье, обе эти дамы несколько времени тому назад, когда я с некоторым опозданием пришел в церковь, были настолько поглощены молитвой, что я мог бы подумать, будто они совсем не заметили моего появления, если бы в этот самый момент ноги их не отодвинули немного небольшую скамеечку, мешавшую мне пройти к своему стулу. Начали громко разговаривать с нами на самые мирские темы, словно мы находились уже на площади. Мы увидели на залитом солнцем пороге паперти, господствовавшей над нестроенным гулом рынка, Леграндена, которого муж той дамы, в чьем обществе мы встретили его последний раз, представлял жене другого крупного соседнего помещика. Лицо Леграндена выражало необыкновенное оживление и предупредительность. Он отвесил глубокий поклон, после которого так резко откинулся назад, что туловище его заняло положение, отличное от своего первоначального положения, прием, которому его научил, вероятно, муж его сестры, госпожи де Камбремер. От этого быстрого движения по бедрам Леграндена, я не предполагал до сих пор, что они у него такие мясистые, прошла какая-то бурная мышечная волна. Не знаю почему, это волнообразное движение чистой материи, этот чисто плотский ток, без малейшего намека на какую-либо одухотворенность, эта волна, энергично подстегиваемая каким-то весьма низменным рвением, вдруг пробудила в моем уме представление о возможности другого Леграндена, совсем не похожего на того, с которым мы были знакомы. Дама попросила его передать что-то своему кучеру, в то время как он шел к экипажу, выражение робкой радости, выражение преданности, появившееся на его лице после представления даме, все еще сохранялось на нем. Погруженный в какой-то сладкий сон, он улыбался, затем торопливо вернулся к даме. Так как он двигался при этом быстрее, чем обыкновенно, то плечи его как-то нелепо раскачивались направо и налево, и он столь всецело отдавался своему счастью, пренебрегши всем прочим, что оказался безвольной его игрушкой. Тем временем мы приблизились к выходу из церкви. Мы прошли подле него, он был слишком хорошо воспитан, чтобы отвернуться в сторону, но он устремил свой взгляд, внезапно ставший мечтательным и рассеянным, на какую-то столь отдаленную точку горизонта, что не мог нас видеть и не должен был, следовательно, поклониться нам. На лице его по-прежнему было простодушное выражение, а прямой и короткий пиджак имел такой вид, точно он чувствовал себя заблудившимся, и вопреки своей воле, попавшим в обстановку, ненавистной ему роскоши. И широкий бант галстуков-горошинах, подхватываемый порывами ветра на площади, продолжал развиваться на шее Леграндена, как знамя его гордого одиночества и благородной независимости. Когда мы уже подходили к дому, мама вдруг обнаружила, что мы забыли взять Сент-Аноре, и попросила отца возвратиться со мною и распорядиться, чтобы его сейчас же принесли нам. Подле церкви мы встретили Леграндена с той уже самой дамой, которую он провожал к экипажу. Он прошел мимо нас и, не прерывая разговора со своей соседкой, сделал нам уголком своего голубого глаза еле заметный знак, который весь был заключен, если можно так выразиться, в пределах его век. И поскольку не вызвал ни малейшего движения его лицевых мускулов, мог остаться совершенно незамеченным его собеседницей. Но, стремясь вознаградить интенсивностью чувства ограниченность поля, в котором чувство это находило свое выражение, он заставил маленькую лазурную щелочку, предназначенную для нас, лучиться такой живой приветливостью, что она далеко перешла пределы простой веселости и граничила с плутовством. Дружественное отношение к нам он довел до потакающих помигиваний, полуслов, намеков, условных знаков, понятных лишь соучастникам заговора. И, наконец, уверение в дружбе возвысил до засвидетельствования нежных чувств, до объяснения в любви, зажигая для нас одних томным пламенем, невидимым для шедшей рядом с ним дамы, влюбленный зрачок на ледяном лице. Как раз накануне он просил моих родителей отпустить меня на сегодняшний вечер к нему обедать. «Приходите составить компанию вашему старому другу», сказал он мне. «Подобно букету, присылаемому нам путешественникам из страны, в которую мы никогда больше не вернемся, доставьте мне возможность вдохнуть из далекой страны вашей юности благоухание тех весенних цветов, среди которых и я когда-то ходил много лет тому назад. «Приходите с примулой, кашкой, лютиками, приходите с очитками, из которых составлены букеты, залоги любви в бальзаковской флоре, приходите с цветами пасхального дня, маргаритками и снежными шапками калины, начинающей благоухать на аллеях сада вашей двоюродной бабушке, когда еще не растаял последний пасхальный снег. «Приходите в роскошной шелковой одежде из лилий, убранстве, достойном соломона, и с многокрасочной эмалью анютиных глазок, но особенно с весенним ветерком, еще прохладным от последних заморозков, но приоткроющим для двух мотыльков, которые сегодня с утра ожидают на дворе лепестки первой розы Иерусалима». Дома возник вопрос, следует ли все же отпускать меня обедать к Леграндену. Но бабушка отказалась допустить мысль, что он мог быть неучтивым. Ведь сами же вы признаете, что он приходит в церковь совсем просто одетый. Он едва ли производит впечатление человека светского. Она заявляла, что во всяком случае, даже если допустить худшее, то есть, что он намеренно сделает грубость, лучше показать вид, что мы не заметили ее. По правде говоря, даже отец, наиболее однако раздраженный поведением Леграндена, не был, пожалуй, вполне уверен в истинной его цели. Оно было подобно всякому жесту или поступку, в которых раскрываются самые глубокие свойства человеческого характера. Эти поступки и жесты нисколько не связаны с предшествовавшими им словами, и мы не можем подкрепить своих подозрений показаниями виновного, так как он ни в чем не сознается. Мы принуждены основываться на показаниях одних только наших чувств, и мы спрашиваем себя перед лицом этого единичного и ни с чем не связанного воспоминания, не сделались ли наши чувства жертвой галлюцинации. В результате жесты такого рода, единственно только и раскрывающие нам подлинный характер человека, чаще всего оставляют нас в некотором сомнении. Я обедал с Легранденом на террасе его дома. Светила луна. Тишина таит в себе какое-то очарование, не правда ли, сказал он мне. Один романист, которого вы прочтете со временем, уверяет, будто для раненых сердец, вроде моего, нет другого лекарства, кроме тишины и тени. Видите ли, дитя мое, в жизни наступает пора, от которого еще очень далеки сейчас. Пора, когда усталые глаза выносят один только свет. Тот свет, что изготовляет для нас дистиллируя его сквозь темноту, прекрасная ночь, вроде сегодняшней, когда уши не слышат другой музыки, кроме той, что исполняет лунный свет на флейте тишины. Я слушал слова господина Леграндена, и как все, что он говорил, они казались мне очень приятными, но я был взволнован воспоминанием об одной женщине, которую я недавно увидел в первый раз. Теперь, когда я узнал, что Легранден был в дружеских отношениях с несколькими аристократическими семьями, жившими в окрестностях, я подумал, что он может быть знаком и с нею. Поэтому я набрался храбрости и спросил его, скажите мне, пожалуйста, не знакомы ли вы с владелицей, с владелицами Германта? Произнося это имя, я с наслаждением чувствовал, что приобретаю своего рода власть над ним в силу одного только того факта, что извлекаю его из мира своих грез и наделяю объективным звучащим бытием. Но при звуке слова Германт я увидел, что посередине голубых глаз нашего друга появляется маленькая коричневая ямочка, словно их проколола невидимая булавка, в то время как остальная часть их зрачков стала излучать потоки лазури. Края его век потемнели и опустились, губы его, на которых появилась была горькая складка, оправились первыми и улыбнулись, между тем, как взгляд оставался скорбным, как взгляд красивого мученика, тело которого утыкано стрелами. Нет, я не знаком с ними, сказал он, но вместо того, чтобы произнести такое простое сообщение, такой ничуть для меня не удивительный ответ, подобающим ему естественным и непринужденным тоном, он проговорил его с ударением на каждом слове, наклонившись вперед, покачивая головой, с настойчивостью, которую мы придаем неправдоподобным утверждением, желая, чтобы нам поверили, как если бы его незнакомство с германтами могло быть следствием только какого-то исключительного стечения обстоятельств. И в то же время с чрезмерной отчетливостью человека, который, будучи не способен молчать о тягостном для него положении, предпочитает во всеуслышание объявить о нем, чтобы убедить других в том, будто сделанное им признание нисколько его не смущает, но легко для него приятно, добровольно, будто само это положение, в данном случае незнакомство с германтами, вовсе не вынуждено обстоятельствами, но соответствует его собственным желаниям, есть следствие какой-нибудь семейной традиции, нравственных убеждений или таинственного обета, запрещающего ему бывать именно в обществе германтов. Нет, продолжал он, давая объяснение интонации собственного голоса. Нет, я не знаком с ними, я никогда не хотел этого знакомства, я постоянно дорожил сохранением полной независимости, ведь в глубине души я якобинец, вы знаете. Многие приходили мне на выручку, говорили, что я делаю ошибку, не посещая германта, что я произвожу впечатление невежи, невоспитанного человека, медведя. Но, право же, эта репутация не способна меня устрашить, ведь она в точности соответствует истине. В сущности, я люблю в мире только несколько церквей, две или три книги, немного большее количество картин, да еще сияние луны, когда ветерок вашей юности доносит до меня благоухание цветов, которых старые мои зрачки не различают больше. Я не понимал хорошенько, почему отказ от посещения людей, с которыми вы не знакомы, связан с сохранением вашей независимости, и почему это может сообщить вам вид дикаря или медведя. Но я хорошо знал, что Легранден говорит неправду, утверждая, будто он не любит ничего кроме церквей, сияния луны и молодости. Он очень любил людей, живущих в замках, и, находясь в их обществе, так боялся чем-нибудь им не понравиться, что не решался показать им, что в числе его друзей есть буржуа, сыновья нотариусов или биржевых маклеров, предпочитая, если правде суждено обнаружиться, чтобы это случилось в его отсутствие, вдали от него, чтобы приговор был вынесен заочно. Легранден был сноб. Разумеется, он никогда не высказывал ничего этого на языке, который так любили мои родные и я сам. И если я спрашивал его, вы знакомы с германтами? Легранден собеседник отвечал, нет, я никогда не стремился к знакомству с ними. К несчастью, его ответ звучал неубедительно, ибо другой Легранден, которого он тщательно прятал в глубине себя, которого он не показывал, потому что тот Легранден знал о нашем Леграндене, о его снобизме, вещи, способные навсегда погубить его репутацию. Другой Легранден уже ответил взглядом раненой серны, деланной улыбкой, чрезмерно серьезностью тона своего ответа, тысячей стрел, которыми наш Легранден в одно мгновение был исколот и обессилен, как святой Себастьян снобизма. О, как больно делаете вы мне! Нет, я не знаком с германтами, не бередите раны всей моей жизни. И хотя этот Легранден проказник, Легранден шантажист, не обладал красноречием нашего Леграндена, зато у него был гораздо более непосредственный язык, складывающийся из того, что принято называть рефлексами. Так что в тот момент, когда Легранден собеседник хотел принудить его к молчанию, он успевал уже высказаться, и тщетно наш друг сокрушался относительно дурного впечатления, которое должны были произвести разоблачение его двойника. Он мог рассчитывать самое большее на его смягчение. Отсюда вовсе не следует, что господин Легранден был неискренен, когда ополчался против снобов. Он не мог знать, по крайней мере на основании самонаблюдения, что он тоже был снобом, потому что нам бывают известны только чужие страсти, и если случается узнать наше собственное, то лишь в той мере, в какой кто-нибудь другой нам их покажет. На нас самих они действуют лишь косвенным образом, при помощи нашего воображения, заменяющего первоначальные наши мотивы мотивами побочными, более благородными. Никогда снобизм Леграндена не побуждал его сделаться постоянным посетителем какой-нибудь герцогини. Он лишь заставлял воображение Леграндена украшать эту герцогиню всеми прелестями. Легранден подходил к герцогине в полной уверенности, что он поддается притягательной силе ее ума и других ее достоинств, которых никогда не в состоянии понять презренная порода снобов. Лишь другие снобы знали, что он был из их числа, ибо лишенные возможности проникнуть в промежуточную работу его воображения, они видели непосредственно связанными друг с другом появление Леграндена в великосветских салонах и основной мотив, приводивший его туда. Дома у нас не строили больше никаких иллюзий насчет господина Леграндена, и наши встречи с ним стали довольно редкими. Мама очень смеялась каждый раз, когда накрывала его на месте преступления за совершением греха, в котором он не сознавался и продолжал называть грехом непростительным, греха, имя которому было снобизм. Что касается отца, то он все не соглашался относиться к позам Леграндена с таким пренебрежением и такой легкостью. И когда у моих родных возникла однажды мысль отправить меня с бабушкой на летние каникулы в Бальбек, он сказал, я непременно должен сообщить Леграндену о вашем намерении ехать в Бальбек, чтобы посмотреть, не предложит ли он познакомить вас со своей сестрой. Он, вероятно, позабыл уже, как однажды сказал нам, что она живет в двух километрах оттуда. Бабушка, находившая, что во время морских купаний нужно оставаться с утра до вечера на пляже и дышать солью, и что там не следует ни с кем заводить знакомство, так как визиты и прогулки отнимают слишком много времени, по праву принадлежащего морскому воздуху, напротив, просила отца не говорить о наших проектах Леграндену, ибо мысленно видела уже, как сестра его, госпожа де Камбремер, подъезжает к отелю как раз в тот момент, когда мы собираемся идти на Тоню, и принуждает нас оставаться в заперти и принимать ее. Но мама смеялась над ее страхами, ибо думала про себя, что опасность вовсе не так велика, и что Легранден не выкажет чрезвычайной готовности познакомить нас со своей сестрой. Однако нам и не понадобилось заводить с ним разговор об Альбеке, так как Легранден, не подозревая, что мы намереваемся отправиться в те места, сам попался в западню, когда мы встретили его однажды вечером на берегу Вивоны. «Не правда ли, друг мой, сегодня вечером облака окрашены в прелестные фиолетовые и голубые тона?» — обратился он к отцу. «В особенности этот голубой тон кажется скорее тоном цветов, чем тоном воздуха, голубой тон зольника, так поражающий нас на небе. А взгляните вон на то розовое облачко, ведь у него тоже окраска цветка, гвоздики или гортензии. Пожалуй, только на берегах Ла-Манша, между Нормандией и Британью, я был в состоянии делать более богатые наблюдения над тем, что можно назвать небесным растительным царством. Там, невдалеке от Бальбека, в этих столь диких еще местах, есть восхитительная спокойная бухточка, где солнечные закаты в Ожской долине, красновато-золотистые закаты, которым, впрочем, я отношусь без всякого презрения, не характерны, незначительны, ибо в этом мягком и влажном воздухе на вечернем небе распускаются в несколько мгновений несравненные букеты из голубых и розовых цветов и часто остаются не увидая в течение нескольких часов. Но иногда они сразу же осыпаются, и тогда небо, сплошь усеянное бесчисленными желтоватыми или розовыми лепестками, кажется еще прекраснее. Золотистые песчаные берега этой бухты, она называется Опаловой, кажутся еще более прелестными от того, что они прикованы, подобно белокурой Андромеде, к страшным соседним утесам, к мрачному морскому берегу, славящемуся многочисленными кораблекрушениями, у которого каждую зиму множество судов падает жертвой ярости океана. Бальбек, самый древний геологический костяк нашей страны, в подлинном смысле слова армор, море, предел земли. Проклятая область, так хорошо описанная Анатолием Францем, волшебником, которого должен прочесть наш юный друг. С ее вечными туманами настоящая Кимерия из Одиссеи, Бальбек. Там уже строятся сейчас отели на древнеславной почве, которую они не способны изменить. Какое наслаждение предпринимать оттуда экскурсии в расположенные в двух шагах столь первобытные и столь прекрасные места. Да, и у вас есть знакомый в Бальбеке? задал вдруг Леграндену вопрос мой отец. Вот этот молодой человек как раз должен провести там два месяца со своей бабушкой, а может быть также с моей женой. Застегнутый врасплох этим вопросом в тот момент, когда взгляд его был устремлен на отца, Легранден не мог отвести его в сторону, но, сосредоточивая его все пристальнее и пристальнее, и печально при этом улыбаясь на лице своего собеседника, с дружелюбным и открытым видом человека, не боящегося смотреть прямо в глаза, он, казалось, заметил в этот миг сквозь голову моего отца, словно она стала прозрачной, где-то далеко на горизонте ярко окрашенное облако, создавшее ему умственное алиби, позволявшее ему утверждать, что в тот момент, когда его спросили, знает ли он кого-нибудь в Бальбеке, он думал о чем-то другом и не слышал вопроса. Обыкновенно такие взгляды вызывают у собеседника вопрос, о чем это вы думаете? Но отец настойчиво, раздраженно и жестко повторил, у вас есть, значит, друзья в тех местах, если вы так хорошо знаете Бальбек? В последнем отчаянном усилии улыбающийся взгляд Леграндена достиг предела нежности, неопределенности, искренности и рассеянности. Но поняв несомненно, что ему не осталось сейчас ничего другого, как отвечать, он сказал нам, «У меня есть друзья повсюду, где можно найти группы раненых, но непобежденных деревьев, собравшихся для того, чтобы с патетическим упрямством возносить совместную мольбу к суровому небу, не знающему к ним жалости. Не это я имел в виду, прервал его отец, упрямый как деревья и безжалостный как небо. Я спросил, нет ли у вас там знакомых, чтобы моя теща, в случае, если с ней приключится что-нибудь, могла чувствовать себя не совсем одинокой в этом глухом углу. Там, как и повсюду, я знаю всех и не знаю никого, отвечал Легранден, которого совсем нелегко было принудить к сдаче. Множество вещей и очень мало лиц. Но вещи там кажутся тоже личностями, личностями редкими, с деликатной душой, которых жизнь обманула. Иногда это старинный замок, замечаемый вами на скале у дороги, где он остановился, чтобы излить свою печаль еще розовому вечернему небу, на котором сходит золотая луна, в то время, как возвращающиеся домой рыбачьи лодки, бороздя переливчатый атлас морской глади, поднимают на мачты вымпел и отличительные цвета. Иногда это простой уединенный дом, скорее безобразный, с печатью робости на своей внешности, но романтичный, скрывающий от всех глаз какую-то негибнущую тайну счастья и разочарования. «Это фальшивая местность», прибавил он с какой-то макеавелевской тонкостью, «это местность чистейшего вымысла, плохое чтение для мальчика и, конечно, не ее я выбрал бы и рекомендовал для моего юного друга, уже столь склонного к грусти, для его предрасположенного к восприятию мрачных впечатлений сердца». «Климаты, дышащие любовными тайнами и напрасными сожалениями, могут подходить для таких давно изверившихся в жизни людей, как я. Они всегда вредны для еще не сложившихся характеров. «Поверьте мне», продолжал он с горячностью, «воды этой бухты, скорее бретонской, чем нормандской, возможно, и оказывают целебное действие, что, впрочем, можно оспаривать на сердце, которое, подобно моему, уже повреждено, на сердце, раны которого неизлечимы. В вашем же возрасте, мой мальчик, они едва ли окажутся полезными. Спокойной ночи, соседи!» оборвал он вдруг свою речь, покидая нас с обычной для него внезапностью. Затем, обернувшись поднятым по докторски пальцам, вынес заключительное суждение. «Никаких бальбеков до пятидесяти, да и то в зависимости от состояния сердца», прокричал он нам. Отец снова заводил с ним речь о бальбеке при наших последующих встречах, мучил его вопросами, но это был напрасный труд. Подобно ученому мошеннику, затрачивающему на фабрикование поддельных полимсестов столько труда и знания, что сотой их части было бы достаточно для обеспечения ему более прибыльного, но более почтенного занятия, господин Легранден, если бы мы продолжали настаивать на исполнении нашей просьбы, кончил бы тем, что построил бы нам целую систему этики пейзажа и небесную географию Нижней Нормандии. Скорее, чем признался бы, что в двух километрах от Бальбека живет его родная сестра, и счел свою обязанностью дать нам рекомендательное письмо к ней, которое не было бы для него таким предметом ужаса, если бы он чувствовал абсолютную уверенность, которую ему следовало бы однако чувствовать при его знании характера моей бабушки, что ни при каких обстоятельствах мы им не воспользуемся. Прогулки наши обыкновенно не затягивались, так как мы хотели успеть навестить до обеда тетю Леонию. В первые недели нашего пребывания в Камбре сумерки начинались рано, и нам виден был еще, когда мы поворачивали на улицу Сент-Эспри отблеск заката на оконных стеклах нашего дома и пурпурная лента на рощах кальварий, расцвечивавшая дальше поверхность пруда, красное пламя, часто сопровождавшееся довольно ощутительным холодом и ассоциировавшееся в моем уме с красным пламенем огня, на котором жарился в это время цыпленок, суливший мне вслед за только что полученным эстетическим удовольствием прогулки, удовольствия вкусной еды, тепла и отдыха. Летом же, когда мы возвращались, солнце еще не садилось, и во время нашего посещения тети Леонии уже низкие лучи его, проникнув через окно, задерживались в пространстве между раздвинутыми и подвязанными к стене гординами, дробились, рассыпались, просеивались. Затем, инкрустировав золотыми пятнышками лимонное дерево комода, наискось освещали комнату тем мягким светом, какой мы наблюдаем в лесу под ветвями густолиственных деревьев. Но в некоторые очень редкие дни, когда мы входили в тетину комнату, на комоде давно уже не было эфемерных инкрустаций. Отблеск закатного солнца не играл больше на оконных стеклах, когда мы поворачивали на улицу Сент-Эспри, и пруд у подошвы Кальварии не румянился больше. Поверхность его была уже опаловой, и длинный лунный луч пересекал всю ее, дробясь и сверкая на пробегавших по ней струйках. В такие дни, подходя к дому, мы различали на пороге двери чей-то силуэт, и мама говорила мне, «Боже мой, ведь это Франсуаза поджидает нас, твоя тетя должно быть беспокоиться, это значит, что мы запоздали». И не теряя времени на раздевание, мы торопливо поднимались к тете Леонии, чтобы успокоить ее и засвидетельствовать, что вопреки всем ее страхам, с нами ничего не случилось. Просто мы ходили в сторону Германта. А когда предпринимаешь прогулку в этом направлении, то, как это отлично известно тете, никогда нельзя рассчитать время так, чтобы вернуться к назначенному часу. «Ну вот видите, Франсуаза, говорила тетя, ведь я же говорила вам, что они пошли в сторону Германта. Боже мой, они должно быть проголодались как волки, а ваша жига, наверное, все высохла, простоявши столько времени в духовке, ну разве можно приходить так поздно? Так значит, выходили в сторону Германта? «Право же, я думала, что вы знаете об этом, Леония», отвечала мама. «Мне казалось, что Франсуаза видела, как мы выходили через садовую калитку». «В самом деле, в окрестностях Камбре было две стороны для прогулок. Они были настолько противоположны, что мы выходили из дому через разные двери, смотря по тому, в какую сторону мы хотели идти. В сторону Мезеглис-Лавинес, которую мы называли также стороной Свана, так как гуляя в этом направлении, мы проходили мимо усадьбы господина Свана, или же в сторону Германта. Что касается Мезеглис-Лавинес, то, по правде говоря, я знал только дорогу, ведущую туда, и чужих людей, приходивших по воскресеньям прогуляться по камбре, людей, которых на этот раз никто из нас, даже сама тетя, совсем не знал, и которые по этому признаку считались людьми, пришедшими должно быть из Мезеглиза. Что касается Германта, то однажды я познакомился с ним поближе, но это случилось значительно позже, и если Мезеглис в течение всей моей юности был для меня чем-то столь же недоступным как горизонт, если он оставался скрытым от наших взоров, как бы далеко мы не шли, складками местности, не похожей больше на местность, окружавшую камбре, то Германт рисовался мне скорее идеальным, чем реальным пределом стороны, носившей его название, своего рода абстрактным географическим термином, подобно терминам экватор, полюс, восток. В те времена попасть в Мезиглиз, взявший путь в сторону Германта, или наоборот, мне показалось бы чем-то столь же неосуществимым, как попасть на запад, взявший путь на восток. Так как отец всегда говорил о местности в направлении к Мезиглизу, как о самой красивой равнине, которую он когда-либо видел, и о местности в направлении к Германту, как о типичном речном пейзаже, то я наделял их, представляя их таким образом в качестве двух сущностей, той связностью и тем единством, какие принадлежат только созданием нашей мысли. Малейшая частица каждой из них казалась мне драгоценной, блиставшей присущим им великолепием, между тем, как прилегавшие рядом с ними, перед тем, как мы вступали на священную почву той или другой, чисто материальные дороги, на определенном расстоянии которых они были расположены в виде идеальной равнинной перспективы и идеального речного пейзажа, так как мало заслуживали внимания с нашей стороны, как соседние с театром улички заслуживают такового со стороны восторженного энтузиаста драматического искусства. Но гораздо большим расстоянием, чем действительно существовавшее между ними расстояние в километрах, я отделял друг от друга участки моего мозга, при помощи которых я о них думал. Это мысленное расстояние принадлежало к числу тех, что с течением времени все увеличиваются, роют между вещами пропасть и размещают их в разных планах. И грань между ними сделалась еще более абсолютной вследствие того, что наше обыкновение никогда не ходить в один и тот же день во время одной прогулки в обе стороны, но один раз в сторону мезиглиза, в другой раз в сторону германта, заключало их, так сказать, вдали друг от друга, за пределами взаимного кругозора, в наглухо закрытые и не сообщавшиеся между собой сосуды различных послеполуденных часов. Собираясь отправиться в сторону мезиглиза, мы выходили из дому не очень рано и даже не считаясь тем, было ли небо облачным, так как прогулка предстояла непродолжительная и не заводила нас слишком далеко, через парадную дверь тетиного дома на улицу Сент-Эс-При. Как если бы мы шли все равно куда. Нам кланялся оружейник, мы опускали письма в ящик, передавали по пути Теодору от имени Франсуазы, что у нее вышло прованское масло или кофе, и выходили из города по дороге, тянувшейся вдоль белой ограды парка господина Свана. Еще далеко от него нас приветствовал выходивший навстречу прохожим запах сирени. Сами же сиреневые кусты с любопытством высовывали над оградой парка, окруженные маленькими зелеными сердцами свежих листьев, султаны их лиловых или белых перьев, лоснившиеся даже в тени от солнечных лучей, в которых они выкупались. Некоторые из них, наполовину скрытые домиком с черепичной крышей, называвшимся домом стрелков, где жил сторож, увенчивали его готический щепец розовым минаретом своих цветов. Нимфы весны показались бы вульгарными рядом с этими юными гуриями, сохранявшими в французском саду живые и чистые тона персидских миниатюр. Несмотря на мое желание обвить руками их гибкую талию и привлечь к себе звездочки кудрей их благоуханных головок, мы проходили мимо не останавливаясь. После женитьбы Свана мои родные перестали посещать Тансонвиль. И чтобы не создавать впечатление, будто мы заглядываем в парк, мы не шли по дороге, тянувшейся вдоль ограды и поднимавшейся прямо в открытое поле, а избирали другой путь, тоже приводивший туда, но лишь после длинного обхода, заставлявшего нас забираться слишком далеко от дома. Однажды дедушка заметил отцу. Вы помните, Сван сказал вчера, что по случаю отъезда его жены и дочери в Реймс, он хочет прокатиться на сутки в Париж. Мы могли бы пройти мимо парка, ведь дам теперь нет здесь, это очень сократит наш путь. На несколько мгновений мы остановились подле ограды. Пара сирени приходила к концу, некоторые кусты изливали еще высокими лиловыми люстрами крохотные пузырьки своих цветов, но во многих частях листвы, где всего неделю назад волнами бушевала благоуханная пена, теперь увидала осевшая и потемневшая накипь, полая, сухая и лишенная запаха. Дедушка показывал отцу, в каких своих частях вид местности остался тем же и в каких частях он изменился со времени прогулки, совершенной им с господином Сваном в день смерти жены покойника. Воспользовавшись случаем, он еще раз рассказал об этой прогулке. Перед нами поднималось по направлению к дому ярко освещенное солнцем аллея, обсаженное нас турциями. Направо по ровному месту раскинулся парк, виден был затененный окружавшими его большими деревьями пруд, выкопанный родителями Свана. Но даже в самых искусственных созданиях человека, материал над которым он работает, есть природа. Иные места навсегда остаются окруженными символами своеобразной суверенной ее власти и водружают незапамятно древние ее атрибуты посреди разбитого человеком парка, как они делали бы это вдали от всякой человеческой культуры, в пустыне, которая всюду снова поглощает их, необходимо возникая из самого их расположения и накладываясь на произведение человеческого искусства. Таким именно образом в конце аллеи, спускавшейся к искусственному пруду, составился двухъярусный, сплетенный из незабудок и барвинка, изящный естественный голубой венок, обвивавший испещренную световыми бликами водную гладь. Между тем, как сабельник, с царской величавостью преклоняя мечи свои, простирал над пасконником и водяными лютиками растрепанные фиолетовые и желтые лилейные цветы своего прудового скипетра. Отсутствие мадмуазель Сван, которая, охраняя меня от страшной возможности увидеть ее появление на одной из дорожек, быть узнанным и презрительно отвергнутым этой девочкой, наслаждавшейся дружбой с Берготом и осматривавшей с ним старинные соборы, лишало для меня интереса впервые мне доступный вид Тансонвиля. В глазах дедушки и отца напротив, казалось, сообщало усадьбе Свана какую-то особую зыбкую прелесть. И, подобно совершенно безоблачному небу во время экскурсии в горы, делало этот день исключительно благоприятным для прогулки в сторону Мизиглиза. Мне хотелось, чтобы их расчеты были опрокинуты, чтобы каким-нибудь чудом мадмуазель Сван появилась со своим отцом так близко от нас, что мы не успели бы незаметно скрыться, и нам пришлось бы с нею познакомиться. Вот почему, когда я вдруг заметил знак ее возможного присутствия, забытую на траве корзинку и рядом с нею лесу, поплавок который качался на поверхности пруда, я приложил все усилия для отвлечения взглядов отца и дедушки в другую сторону. Впрочем, так как Сван сказал нам, что ему не следовало бы уезжать в этот день, ибо у него в доме гости, то леса могла принадлежать также кому-нибудь из этих гостей. Однако ничьи шаги не раздавались на аллеях. Какая-то невидимая птица, спрятанная в листве одного из деревьев парка, в отчаянных попытках сократить бесконечно тянувшийся день, исследовала протяжной нотой обступавшую ее со всех сторон пустынность. Но получала от нее такой единодушный отклик, такой мощный отпор тишины и неподвижности, что создавалось впечатление, будто птица эта навсегда остановила мгновение, которое пыталось заставить пройти скорее. Солнце так безжалостно лило свой свет с неподвижно застывшего неба, что хотелось укрыться в какое-нибудь недосягаемое для его лучей место, и даже уснувший пруд, сон которого непрестанно беспокоили насекомые, грезивший, наверное, о каком-то фантастическом мальстреме, увеличивал тревогу, в которую поверг меня вид пробкового поплавка, ибо у меня было впечатление, что сейчас он умчит его со страшной скоростью по безмолвным просторам отраженного в нем неба. Поплавок этот, стоявший почти вертикально, казалось вот-вот погрузиться в воду, и я уже спрашивал себя, не следует ли мне, не считаясь моим страстным желанием и страхом, познакомиться с мадемуазель Сван, дать ей знать, что рыба клюет. Но тут мне пришлось бегом догонять отца и дедушку, которые звали меня, удивленные, что я не пошел за ними по тропинке, поднимавшейся в гору по направлению к полям, куда они уже повернули. Я нашел тропинку всю жужжавшей запахом боярышника. Изгородь, похоже, была на ряд часовен, совсем утопавших под грудами цветов, наваленных на их алтари. Внизу на земле солнце рисовало световые квадратики, словно лучи его проникали через оконные стекла. От изгороди распространялось такое же густое, такое же ограниченное в пространстве благоухание, как если бы я стоял перед церковным алтарем. И цветы, такие же нарядные, держали каждый с небрежным видом блестящий букетик тычинок. Изящные лучистые стрелки пламенеющего стиля поздней готики, вроде тех, что украшают в церквах перила амвана или средники окон, но распускавшиеся здесь телесной белизною цветов земляники. Какими наивными и деревенскими покажутся по сравнению с ними цветы шиповника, которые через несколько недель тоже будут взбираться на солнцепеке по этой самой глухой тропинке, одетые в розовые блузки из лоснящегося шелка, расстегиваемые и срываемые малейшим дуновением ветерка. Но напрасно я останавливался перед боярышником вдохнуть, поставить перед своим сознанием, не знавшим, что делать с ним, утратить, чтобы затем вновь найти невидимый характерный запах его цветов, слиться с ритмом, разбрасывавшим эти цветы там и сям, с юношеской легкостью на расстояниях столь неожиданных, как бывают неожиданно некоторые музыкальные интервалы. Цветы без конца изливали передо мною с неистощимой расточительностью, все тоже очарования, но не позволяли проникнуть в него глубже, подобно тем мелодиям, которые переигрываешь сто раз подряд, нисколько не приближаясь к заключенной в них тайне. На несколько мгновений я отворачивался от них, чтобы затем вновь подойти со свежими силами. Я следовал взорам по откосу, круто поднимавшемуся за изгородью по направлению к полям, останавливался на каком-нибудь затерявшемся маке или на нескольких лениво задержавшихся васильках, там и сям декорировавших этот откос своими цветами, словно бордюр ковра, где слегка намечен сельский мотив, который будет торжествовать на самом панно. Еще редкие, разбросанные подобно одиноким домам, возвещающим о приближении города, они являлись для меня предвестниками широкого простора, на котором волнами ходят хлеба и кудрявятся облака. И вид одинокого мака, взвивавшего на верхушку гибкого своего стебля, трепавшийся на ветру красный вымпел над черным бакеном, жирной землей, заставлял радостно биться мое сердце, как у путешественника, замечающего на низменной равнине первую потерпевшую аварию лодку, которую конопатит какой-нибудь рыбак и восклицающего еще прежде, чем он увидел полоску воды на горизонте море. Затем я снова обращался к боярышнику, словно к тем шедеврам искусства, которые, как нам кажется, мы способны воспринять лучше, если на несколько мгновений отведем свой взгляд куда-нибудь в сторону. Но напрасно приставлял я к глазам руки, чтобы в поле моего зрения не попадало ничего, кроме боярышника. Пробуждаемое им во мне чувство оставалось темным и неопределенным, тщетно пытаясь освободиться, преодолеть отделявшее меня от цветов расстояние и слиться с ними. Они не помогали мне уяснить природу этого чувства, и я не мог обратиться к другим цветам для удовлетворения своего любопытства. И вот, наполнив меня той радостью, какую мы ощущаем при виде неизвестного нам произведения любимого нами художника, не похожего на его другие произведения, или лучше еще, когда нам показывают картину, известную нам раньше только в форме карандашного эскиза, или же когда музыкальная пьеса, которую мы слышали только в исполнении на рояле, предстает перед нами в великолепном оркестровом наряде, в этот миг дедушка подозвал меня и сказал, показывая на изгородь Тансонвильского парка, «Так ты любишь боярышник? Погляди же на этот куст с розовыми цветами, не правда ли он красив?» В самом деле, этот куст розового боярышника был еще красивее, чем белые кусты. Он тоже был в праздничном наряде, том наряде, который надевают во время церковных праздников, единственно подлинных, потому что случайная прихоть не приурочивает их к дням специально для них непредназначенным, не содержащим в себе ничего по существу праздничного. Но наряд его был еще более богатым, чем наряд остальных кустов, ибо цветы, лепившиеся по его ветвям, один над другим, так густо, что не было ни одного местечка, не украшенного ими, словно помпончики, обвивающие пастушьи посохи в стиле рококо, имели окраску и, следовательно, обладали более высоким качеством, согласно эстетике камбре, если судить о ней по лестнице цен в магазине на площади или у камю, где самыми дорогими бисквитами были розовые. «Я сам выше ценил творог с розовыми сливками, то есть тот, что мне позволяли приправить мятами ягодами земляники, то есть тот, что мне позволяли приправить мятами ягодами земляники. розовые кусты боярыш и кусты избрали именно окраску вкусной съедобной вещи или же трогательного украшения на туалете для большого праздника. Одно из тех красок, которые, поскольку принцип их превосходства не сложен, кажутся наиболее очевидно красивыми в глазах детей, и по этой причине всегда содержат для них нечто более живое и более естественное, чем другие краски, даже после того, как дети поняли, что они не сулят им ничего вкусного и не были выбраны портнихой. И в самом деле я сразу почувствовал, как чувствовал это при виде белого боярышника, но с большим восхищением, что праздничное настроение было передано над цветами не искусственно, с помощью ухищрений человеческой изобретательности, но его выразила сама природа, с наивностью деревенской торговки, работающей над украшением уличного алтаря для какой-нибудь процессии, перегрузив куст этими слишком нежного тона розочками в стиле провинциального помпадур. На концах ветвей, как мы можем наблюдать это на тех розовых деревцах в горшках, задрапированных бумажным кружевом, которые раскидывают тонкие свои веточки на престоле в дни больших праздников, тысячами сидели маленькие бутончики более бледной окраски. Приоткрываясь, они позволяли видеть, словно на дне чаши из розового мрамора, кроваво-красные крапинки и еще больше, чем цветы, выдавали своеобразную, бесконечно притягательную сущность боярышника, которая всюду, где на нем распускались бутоны, где он начинал зацветать, могла быть только розовой. Являвшийся составной частью изгороди, но отличавшийся от нее так, как отличается молодая девушка в праздничном наряде от одетых по будничному своих сестер, которые останутся дома, уже совсем готовый для майских служб, чьей необходимой принадлежностью он, казалось, был, так блистал, радостно улыбаясь в свежем розовом своем наряде восхитительный католический кустарник. Сквозь изгородь виднелась внутри парка аллея, обсаженная жасмином, анютиными глазками и вербиной, между которыми левкои раскрывали свежие свои розовые сумочки, пахучие и блеклые, как старая испанская кожа. Между тем, как на песке аллеи длинный рукав для поливки, выкрашенный в зеленый цвет, извиваясь своими кольцами веером металл над цветами из конца усеянного крошечными отверстиями, жадно вдыхая их запах, вертикальный и призматический дождь многоцветных капелек. Вдруг я остановился и застыл словно извояние, как это случается, когда появившийся перед нами предмет обращается не только к нашему зрению, но требует более глубокого восприятия и захватывает все наше существо. Подняв лицо, усеянное розовыми пятнышками, на нас смотрела белокурая рыжеватая девочка, казалось, только что вернувшаяся с прогулки и державшая в руке маленький заступ. Ее черные глазки блестели, и так как я не умел тогда и не научился никогда впоследствии разлагать сильное впечатление на его объективные элементы, так как я не обладал, как говорится, достаточной наблюдательностью, чтобы составить себе отчетливое представление об их цвете, то в течение долгого времени, каждый раз, как я о ней думал, в моем воспоминании блеск ее глаз, тотчас вставал передо мной, как ярко лазурный, ибо она была блондинка. Впечатление это было настолько сильно, что если бы глаза ее не были такими черными, эта чернота наиболее поражала всякого, кто видел ее впервые. Я, может быть, не влюбился бы, как это случилось со мною, главным образом в ее воображаемые голубые глаза. Сначала я смотрел на нее тем взглядом, в котором принимают участие не только глаза, но все чувства, застывшие в немом восторге, взглядом, который хотел бы прикоснуться, завладеть, унести с собой пленившее его тело, а вместе с телом также и душу. Затем, настолько я боялся, что каждую секунду дедушка и отец, заметив девочку, заставят меня оторваться от нее, прикажут идти впереди них, взгляд мой бессознательно сделался умоляющим, старался принудить ее обратить на меня внимание, увидеть меня, познакомиться со мною. В это время девочка посмотрела в сторону отца и дедушки, как бы желая узнать, что это за люди, и мы несомненно произвели на нее неблагоприятное впечатление, потому что она отвернулась с равнодушным и презрительным видом и стала в таком положении, чтобы лицо ее оказалось вне поля их зрения. И в то время, как, продолжая свой путь и не заметив ее, дедушка и отец обогнали меня, глаза ее блуждали в моем направлении, не меняя равнодушного выражения и не подавая вида, будто они заметили меня. Но взгляд их был пристальным и светился какой-то замаскированной улыбкой, которую я не мог истолковать на основании полученных мною понятий о хорошем воспитании, иначе как свидетельство величайшего презрения. И ее рука в это самое время описывала в воздухе непристойное движение, которому, когда оно бывает публично обращено к незнакомому лицу, маленький словарь правил приличия, запечатлевшийся в моем уме, давал единственное значение – значение намеренного оскорбления. «Жильберта, пойдем, что ты делаешь?» – крикнула резким и повелительным тоном дама в белом, который раньше мне не случалось видеть, между тем, как стоявший невдалеке от нее господин в полотняном костюме тоже незнакомый мне, пристально смотрел на меня выпуча глаза. Улыбка девочки вдруг исчезла, она схватила свой заступ и удалилась, не оборачиваясь в мою сторону, с видом послушным, непроницаемым и лукавым. Так прозвучало подле меня имя Жильберты, врученное мне словно талисман, позволявший мне, может быть, вновь найти когда-нибудь женщину, только что наделенную им определенной личностью, между тем, как несколько мгновений тому назад она была лишь неясным образом. Так пронеслось оно над жасмином и левкоями, едкое и свежее, словно капельки, струившиеся из зеленого насоса, так пронеслось оно над садом, напитывая и окрашивая зону чистого воздуха, пройденную им и обособленную от окружающего радужными цветами таинственной жизни той, которую называли так счастливые существа, жившие, гулявшие и путешествовавшие с нею. Обдавая меня сквозь просвет в кустах розового боярышника, открывавшиеся на уровне моего плеча, квинтэссенции их коротких, для меня таких мучительных, отношений с нею, совсем неведомым для меня миром ее жизни, в который мне никогда не удастся проникнуть. На миг, в то время, как мы удалялись, и дедушка бормотал, бедный сван, какую роль они заставляют играть его, его сплавляют, чтобы она могла остаться наедине со своим шарлюсом, ибо этот шарлюс, я узнал его, ибо это шарлюс, я узнал его, и этой малютке приходится присутствовать при всех их гадостях. Впечатление, оставленное во мне деспотическим тоном, которым мать Джильберта обратилась к ней, и она беспрекословно послушалась, изображая мне ее как существо, вынужденное кому-то повиноваться, а не стоящее превыше всего в мире, успокоило немного мои страдания, подало мне некоторую надежду и умерила мою любовь. Но очень скоро любовь эта вспыхнула во мне с новой силой, как реакция, при помощи которой мое униженное сердце пыталось подняться до уровня Джильберты, или опустить ее до собственного уровня. Я любил ее, я сожалел, что у меня не было времени и не хватило находчивости оскорбить ее, сделать ей больно и заставить ее сохранить воспоминания обо мне. Я находил ее такой красивой, что страстно хотел вернуться и крикнуть ей, пожимая плечами, как вы безобразны, уродливы, как вы противны мне. Однако я удалялся, навсегда унося с собой словно первый образ счастья, недоступного подобным мне детям силу непреложных законов природы, образ рожеволосой девочки с кожей усеянной розовыми пятнышками, державшей в руке заступ и с улыбкой направлявшей на меня долгий лукавый взгляд. И уже очарование, которым имя ее, подобно облаку Фимиама, наполнило этот просвет в кустах розового боярышника, где я и она вместе услышали его, начала охватывать, покрывать, напаять благоуханием все, что окружало ее, ее дедушку и бабушку, с которыми имели такое несказанное счастье быть знакомыми мои собственные дедушка и бабушка, почетнейшую профессию биржевого маклера и даже меланхолический квартал Елисейских полей, где она жила в Париже. Леония, сказал дедушка по возвращении с прогулки, как мне хотелось, чтобы ты была сейчас вместе с нами, ты не узнала бы Тансонвиля, если бы я был посмелее, я срезал бы для тебя ветку розового бояршника, который ты когда-то так любила. Дедушка рассказал всю нашу прогулку тете Леонии, желая развлечь ее или, может быть, питая некоторую надежду, побудить ее встать с постели и начать выходить из дому. Ибо в прежние времена тетя очень любила эту усадьбу и визиты Свана были последние, которые она соглашалась еще принимать после того, как дверь ее была уже закрыта для остальных ее знакомых. И тем же тоном, каким она приказывала ответить ему, когда он осведомлялся в настоящее время о ее здоровье, она была единственным лицом из живших в нашем доме, которое он хотел бы еще видеть, что сейчас она чувствует себя утомленной, но разрешит ему подняться к ней в следующий его визит. Тетя сказала дедушке в тот вечер, «Да, когда-нибудь в хорошую погоду я прокачусь в экипаже до ворот парка». Она говорила это совершенно искренно, ей очень хотелось снова увидеть Свана и Тансонвиль, но простое желание сделать это поглощало весь остаток ее сил, исполнение этого желания превысило бы их. Иногда хорошая погода наполняла ее некоторой бодростью, тетя вставала, одевалась, но не успевала она дойти до соседней комнаты, как уже снова чувствовала усталость и требовала, чтобы ее уложили в постель. Процесс, начинавшийся в ней несколько раньше, чем он происходит обыкновенно во всех нас, был процессом великого отречения старости, приготовляющейся к смерти, хранящейся в свою куколку, процессом, который можно наблюдать в жизни каждого, если она чрезмерно затянулась. Даже у людей, долгие годы любивших друг друга самой страстной любовью, даже у друзей, соединенных узами самой преданной дружбы, когда с наступлением известного года они перестают совершать необходимую поездку или даже просто переходить улицу, чтобы повидаться друг с другом, перестают переписываться и знают, что между ними не будет больше общения в этом мире. Тетя, должно быть, прекрасно сознавала, что она не увидит больше Свана, что она никогда больше не покинет своего дома. Но это пожизненное заточение она, казалось, принимала совершенно безропотно по тем самым причинам, которые, по нашему мнению, должны были бы сделать его для нее более тягостным. Именно она была обречена на него ежедневно подмечаемым ею угасанием своих сил, которая, делая каждое ее движение, каждый жест утомительным, даже мучительным, сообщала в ее представлении бездействию, уединению, молчанию, благословенную, укрепляющую и освежающую сладость покоя. Тетя не поехала смотреть изгородь из розового боярышника, но я то и дело спрашивал своих родных, когда же она, наконец, поедет, и часто ли она бывала раньше в Танцунвиле, стараясь таким образом заставить их говорить о родителях и о дедушке мадмуазель Сван, казавшихся мне великими как боги. Имя Сван стало для меня почти что мифологическим, и, разговаривая с родителями, я ощущал болезненную потребность услышать его из их уст. Сам я не осмеливался произносить его, но постоянно заводил разговор на темы, близкие к Жильберте и ее семье, касавшиеся ее, во время обсуждения которых я не чувствовал себя отделенным от нее бесконечной пропастью. И я вдруг принуждал отца, притворившись, например, будто считаю, что должность моего дедушки уже и раньше принадлежала членам моей семьи, или что изгородь из розового боярышника, которую хотела видеть тетя Леония, проходила по общественной земле, исправить мои утверждения, сказать мне, как бы вопреки моей воле, по собственному желанию, нет, это неверно, эта должность принадлежала отцу Свана, эта изгородь составляет часть парка Свана. Тогда я бывал вынужден перевести дух. Таким тяжелым грузом давила на то место, где оно навсегда было записано во мне это имя, которое, когда я его слышал, казалось мне полновеснее всех других, ибо было уже отягчено моими бесчисленными мысленными повторениями его. Оно вызывало во мне удовольствие, которого я стеснялся просить у своих родных, ибо удовольствие это было так велико, что доставление его мне должно было требовать от них огромного труда, притом ничем не вознаграждавшегося, так как сами они его вовсе не испытывали. Поэтому из скромности я переводил разговор на другие темы, а также вследствие некоторого беспокойства совести. Дело в том, что я вновь находил в имени Свана все вкладываемые мною в него обольщения, едва только мои родные произносили его. Мне вдруг казалось тогда, что они не могут не испытать моего волнения, что они непременно должны стать на мою точку зрения, что в них тоже зарождаются мои мечтания, что они прощают их мне и даже прельщаются ими, и мне бывало не по себе, словно я их соблазнил и развратил. В том году мои родные назначили день возвращения в Париж несколько раньше, чем обыкновенно. Перед отъездом меня решили свести к фотографу и по этому случаю с утра завили мне волосы, осторожно надели на меня шляпу, которую я еще не носил, и нарядили в бархатное пальто. Спустя несколько времени по окончании моего туалета мать моя после безуспешных поисков во всех уголках нашего сада нашла меня на упомянутом выше крутом пригорке подле ограды Тонсонвильского парка, где я в слезах прощался с боярышником, заключив в объятия колючие ветки и, подобно принцессе из трагедии, отягченной ненужными драгоценностями, без всякой признательности к докучной руке собравший мне на лоб в заботливо выведенных колечках все мои волосы, топтал сорванные с головы попельетки и свою новую шляпу. Мама нисколько не была тронута моими слезами, но не могла удержаться от крика при виде растрепавшейся прически и изорванного пальто, но я не слышал ее. «О мои бедные цветочки», с плачем говорил я, «это не вы хотите доставить мне огорчение, не вы принуждаете меня разлучиться с вами, вы, вы никогда, никогда не причиняли мне неприятностей, и я всегда буду любить вас». И, вытирая слезы, я обещал им, когда вырасту большой, не подражать безрассудному поведению других людей, и даже живя в Париже вместо хождений с визитами и выслушивания глупой болтовни, ездить весною в деревню взглянуть на первые цветы боярышника. Выйдя в поле, мы уже не расставались с ними в течение всей прогулки в сторону Мизиглиза. По ним непрестанно пробегал невидимым бродягой ветер, казавшийся мне добрым гением Камбре. Каждый год в день нашего приезда, желая убедиться, что я действительно нахожусь в Камбре, я взбирался на пригорок снова ощутить, как он надувал мой плащ и подгонял меня в направлении своего движения. Ветер всегда бывал попутным, когда я ходил в сторону Мизиглиза, по этой возвышенной равнине, где на протяжении многих лье ничто не нарушает спокойной гладкости почвы. Я знал, что мадмуазель Сван часто ездила на несколько дней в Лам, и хотя до этого города было довольно далеко, расстояние сокращалось вследствие отсутствия всяких помех на пути. Поэтому, когда в жаркие послеполуденные часы я видел, как дуновение ветерка, рождавшегося где-то на самом горизонте, пригибает к земле колосившееся хлеба на далеких полях, волной разливается по всей необъятной равнине, и обдавая теплом с мягким шелестом ложится у моих ног, между эспарцетом и клевером, то эта общая для нас обоих равнина казалось сближала нас, соединяла. Мне представлялось, что этот ветерок пронесся мимо нее, что он был весточкой от нее, что он нашептывает мне что-то, чего я не мог понять. Я ловил и целовал его на лету. Слева была деревня, называвшаяся Шампье. Справа за хлебами виднелись два узорчатых купола деревенской церкви Сент-Андре де Шан. Конические, чешуйчатые, ячейчатые, в косых квадратиках, буро-желтые, шероховатые, словно два колоса. На фоне неподражаемого орнамента своих листьев, которые невозможно смешать с листьями какого-нибудь другого фруктового дерева, яблони в симметрическом порядке раскрывали широкие белые атласные лепестки или подвешивали робкие букетики бледно-розовых бутонов. Во время прогулок в сторону мезиглиза я впервые обратил внимание на круглую тень, отбрасываемую яблонями на освещенную солнцем землю, а также на те неосезаемые золотистые шелковые нити, что наискось придет под их листвою закатное солнце. Я видел, как отец разрывал их своей палкой, но они по-прежнему оставались прямыми и неподвижными. Иногда по полуденному небу украдкой, скромно, словно облачко скользила белая луна, подобно актрисе в невыходной ее час, когда она в обыкновенном своем платье зашла на минутку в зрительный зал взглянуть на своих товарищей, замешавшись среди публики так, чтобы не привлекать к себе внимания. Я любил находить ее изображение на картинах и в книгах, но эти произведения искусства, по крайней мере в ранней моей юности, до той поры, как блок приучил мои глаза и мой ум к более утонченным гармониям, были очень отличны от тех, где луна показалась бы мне красивой в настоящее время, но где я тогда не узнал бы ее. Тогда это были какой-нибудь роман Сентина, какой-нибудь пейзаж Глера, где она четко обрисовывается на небе в виде серебряного серпа. Одно из тех безыскусственных и несовершенных, подобно моим собственным тогдашним впечатлениям, произведений, увлечения которыми очень возмущало сестер моей бабушки. Они полагали, что детей следует окружать только такими произведениями, на которых лучше всего воспитывается хороший вкус, и которые они будут продолжать ценить и по достижении зрелого возраста. Эти старые девы вероятно представляли себе эстетические ценности наподобие материальных предметов, которых зрячему нельзя не увидеть и для восприятия которых вовсе не нужно медленно вынашивать в собственном сердце эквивалентные способности. По пути в Мезиглис в Монт-Жувене на берегу большого пруда, примыкая к крутому откосу, заросшему кустарником, стоял дом, в котором жил господин Вентейль. Поэтому мы часто встречали по дороге его дочь, правившую лошадью в быстро катившей одноколке. Уже несколько лет мы неизменно видели ее в обществе подруги постарше ее, пользовавшейся в наших местах дурной репутацией и с недавнего времени окончательно поселившейся в Монт-Жувене. Кругом говорили, должно быть этот бедный господин Вентейль совсем ослеплен любовью, если он не придает значения слухам и позволяет своей дочери, приходящей в ужас от каждого иносказательного выражения, водить знакомство и жить под одной крышей с подобной женщиной. Он утверждает, что это особо выдающееся, что у нее золотое сердце и что она стала бы замечательной пианисткой, если бы развивала свои способности. Он может быть уверен, что не музыкой она занимается с его дочерью. Но господин Вентейль уверял, что это так, замечательная вещь, всякое лицо, состоящее в физическом общении с другим лицом, неизменно восхищает своими нравственными качествами родственников последнего. Физическая любовь, столь несправедливо ославленная, заставляет ее жертву обнаруживать в каждом самом незначительном своем жесте такую доброту, такое полное пренебрежение эгоистическими интересами, что эти качества не могут остаться незамеченными со стороны лиц, входящих с ней в соприкосновение. Доктор Перспье, которому зычный голос и густые брови позволяли сколько угодно играть роль двурушника, так не соответствовавшую его наружности, нисколько не колебля его прочно установившейся и совершенно незаслуженной репутации добродушного медведя, умел рассмешить до слез Кюре и всякого другого обывателя Камбре, грубовато заявляя, «Вы слышали? Оказывается, она занимается музыкой со своей подругой мадмуазель Вентель. Это вас удивляет? О, я ничего не знаю, ровнехонько ничего. Сам папаша Вентель сказал мне это вчера. В конце концов, она имеет полное право любить музыку, эта девушка. Никогда бы я не стал препятствовать развитию артистических способностей молодежи. Вентель, по-видимому, тоже. К тому же он сам занимается музыкой с подругой своей дочери. Да, черт возьми, настоящее музыкальное заведение этот дом. Чего вы смеетесь? Я говорю только, что эти люди чересчур усиленно занимаются музыкой. На днях я встретил папашу Вентеля возле кладбища. Он едва держался на ногах. Всякому, кто подобно нам видел в это время, что господин Вентель избегает встреч со своими знакомыми, а, заметив их, отворачивается, что за последние несколько месяцев он совсем постарел, весь ушел в свое горе и утратил способность ко всякому усилию, не направленному непосредственно на доставление счастья дочери, что целые дни напролет он проводит на могиле своей жены, трудно было бы не понять, что он чахнет от горя, трудно было бы предположить, что он не обращает никакого внимания, находившие кругом слухи. Он знал их, может быть, даже верил им, вероятно, не от человека, как бы ни были высоки его нравственные качества, которого роковое стечение обстоятельств не могло бы в один прекрасный день поставить в непосредственное соприкосновение с наиболее осуждаемым им пороком. Хотя он сразу и не узнает этот порок под маской, надеваемый им, чтобы легче войти к нему в доверие и причинить затем страдания. Однажды вечером странные слова, необъяснимое поведение существа, любить которое у нас тысячи причин. Но для человека, подобного господину Вентейлю, должно быть было особенно мучительно мириться с одним из тех положений, которые неправильно считаются исключительным делом мира богемы. Они создаются каждый раз, когда какой-нибудь порок испытывает потребность обеспечить необходимое для своего развития поле и безопасность. Порок, заложенный в ребенке самой природой, иногда путем простого смешения положительных качеств отца и матери, вроде того, как она смешивает цвет их глаз. Но из того, что господин Вентель знал, может быть, о поведении своей дочери, не следует, что его обожание ее сколько-нибудь уменьшилось. Факты не способны проникнуть в область, где живут наши верования. Не они создали эти верования, не они их и разрушают. Они могут на каждом шагу изобличать их несостоятельность, нисколько их не подрывая при этом. Целая лавина несчастья или болезней, непрерывно обрушивающихся на какую-нибудь семью, не заставит ее усомниться в благости ее Бога или в таланте ее врача. Но когда господин Вентель смотрел на свою дочь и на самого себя с точки зрения окружающих, с точки зрения своей репутации, когда он пытался поместить себя вместе с нею на ступеньку, которую они занимали в глазах общественного мнения, то он произносил над собой приговор, он осуждал себя с дочерью совершенно так же, как это сделал бы любой из наиболее враждебно настроенных к нему обывателей Камбре. Он видел себя погрузившимся вместе с дочерью на самое дно, и его манеры приобрели вследствие этого ту униженность, ту почтительность по отношению к лицам, стоявшим на общественной лестнице выше его, так что ему приходилось смотреть на них снизу вверх. Хотя бы раньше они помещались значительно ниже его. Ту тенденцию всеми средствами пытаться вновь подняться до них, которая является почти механическим следствием всякого жизненного крушения. Однажды, проходя вместе со Сваном по улице Камбре, мы встретили господина Вентейля, который, показавшись из-за угла, так внезапно столкнулся лицом к лицу с нами, что не успел отойти в сторону. Тут Сван, с почти вызывающей участливостью светского человека, отказавшегося от всех моральных предрассудков и находящего в бесчестии другого только лишний повод проявить к нему благожелательность, внешние знаки которой в тем большей степени щекочут самолюбие лица, выказывающего их, что оно чувствует, насколько они драгоценны для того, кому они обращены, завел длинный разговор с господином Вентейлем между тем, как до сих пор не обращался к нему ни с одним словом, и перед тем, как расстаться с нами, попросил его прислать как-нибудь свою дочь в Тансонвиль, чтобы она там поиграла. Такое приглашение, будь оно сделано два года тому назад, привело бы в негодование господина Вентейля, но теперь оно наполнило его чувством такой огромной признательности, что из скромности он счел своим долгом отказаться. Любезность Свана по отношению к его дочери казалась ему сама по себе такой благородной и драгоценной поддержкой, что он решил, пожалуй, лучше будет не воспользоваться ею и испытать чисто платоническое удовлетворение, сохранив ее в своем сердце. Какой обаятельный человек, сказал он нам, после того, как Сван покинул нас, с тем восторженным благоговением, какое испытывают умные и красивые женщины среднего класса по отношению к герцогине, хотя бы даже безобразной и глупой. Какой обаятельный человек, как жаль, что ему пришлось вступить в этот столь неудачный брак. После этого так склонны бывают к лицемерию самые искренние люди, разговаривая с кем-нибудь из знакомых, они глубоко прячут свое мнение о нем, но не успевает он отойти от них, как тотчас же громко его высказывают. Мои родные присоединились к сожалению господина Вентейля по поводу женитьбы Свана во имя принципов и условностей, которые, как это казалось собеседникам, чем-то само собой разумеющимся. Именно потому, что они одинаково разделялись и моими родственниками, и господином Вентейлем, как порядочными людьми одного и того же круга. Нисколько не нарушались в Монжувене. Господин Вентейль не послал своей дочери к Свану, и тот первый пожалел об этом, ибо каждый раз, расставаясь с господином Вентейлем, Сван вспоминал, что давно уже собирается спросить у него относительно одного лица, носившего фамилию Вентейль, одного из родственников композитора, как предполагал Сван. И он твердо решил не забыть обратиться к господину Вентейлю с этим вопросом, когда тот придет к нему с дочерью в Тансонвиль. Так как прогулка в сторону Мезиглиза была более короткой по сравнению с другой нашей прогулкой в окрестностях Камбре, и ее предпринимали поэтому во время неустойчивой погоды, то климат местности, лежавший по направлению к Мезиглизу, был довольно дождливым, и мы никогда не теряли из виду опушки руссенвильских рощ, под густой сенью которых можно было укрыться в случае надобности. Часто солнце скрывалось за облаком, искажавшим его форму, и золотило края облака. Оставаясь освещенным, пейзаж терял тогда свой блеск, и в нем, казалось, приостанавливалась всякая жизнь, между тем, как деревушка руссенвиль с убийственной четкостью и законченностью лепила на фоне неба рельеф белых гребешков своих крыш. Порыв ветра сдувал с дерева ворона, пропадавшего где-то в пространстве, а далекие леса на белесоватом небе казались темно-синими, как на тех одноцветных картинках, что украшают простенки старых домов. В другие же дни начинал накрапывать дождь, о котором предупреждал нас выставленный в витрине оптика капуцин. Водяные капли, подобно перелетным птицам, пускающимся в путь всей своей стаи одновременно, падали с неба плотно сомкнутыми рядами. Они не отделяются друг от дружки, не движутся, как попало в своем быстром беге, но каждая, держась своего места, привлекает к себе следующую за нею каплю, и небо сильнее затемняется ими, чем стая от летающих ласточек. Мы укрывались под деревьями. Когда перелет капель казался уже оконченным, некоторые из них, более хилые, более медлительные, все еще продолжали падать. Но мы выходили из нашего убежища, ибо дождь шел теперь с ветвей деревьев, в то время как земля была уже почти сухая, многие капельки задерживались на поверхности листьев, и спокойно повисев на солнце несколько мгновений, вдруг скатывались из самой верхушки дерева, падали нам прямо на нос. Часто также нам случалось укрываться вместе с каменными святыми и патриархами на паперти Сент-Андре-де-Шан. Какой французской была эта церковь? Над дверью святые короли-рыцари слили в руке, сцены свадеб и похорон были изображены так, как они могли рисоваться в сознании француазы. Скульптор рассказал также несколько анекдотов об Аристотеле и Вергилии совсем в том духе, в каком француаза охотно говорила на кухне о Людовике святом, словно она лично знала его, обыкновенно для того, чтобы пристыдить путем сравнения моих бабушку и дедушку, которые, по ее мнению, были менее справедливы. Чувствовалось, что представление средневекового художника и средневековой крестьянки, уцелевшей в неприкосновенности в девятнадцатом веке, о древней или христианской истории, представления весьма простодушные и не отличавшиеся точностью, и тот, и другая заимствовали не из книг, но из предания, древнего и прямого, непрерывного, устного, искаженного, неузнаваемого и живого. Другим камбрейским персонажем, которого я тоже узнавал типически изображенным на готических скульптурах Сент-Андре де Шан, был юный Теодор, мальчик из лавки Камю. И в самом деле, Франсуаза так хорошо чувствовала в нем родную почву и современника, что когда тетя Леония тяжело заболевала и Франсуаза не могла без чужой помощи поворачивать ее на постели или переносить в кресло, она предпочитала посылать за Теодором, лишь бы только не позволить судомойке подняться наверх и чего доброго произвести впечатление на тетю. И этот малый, о котором в городе вполне основательно ходила дурная слава, до такой степени преисполнен был духом, украсившим паперть Сент-Андре де Шан, и в частности почтительными чувствами с точки зрения Франсуазы обязательными по отношению к бедным больным и прежде всего конечно к ее бедной барыне, что когда он приподнимал над подушкой тетину голову, лицо его принимало то выражение простодушия и усердия, какое мы могли наблюдать на барельефах у ангелочков со свечками в руках, теснившихся у смертного ложа Богоматери. Как если бы эти высеченные из камня лица, серые и голые точно деревья зимою, были подобно деревьям лишь временно погружены в сон, лишь накопляли силы, чтобы вновь зацвести жизнью в бесчисленных крестьянских лицах, набожных и хитрых, как лицо Теодора, раскрашенных румянцем зрелого яблока. Там выселась также не наложенная на камень подобно этим ангелочкам, но несколько отделенная от паперти, ростом больше человека, стоявшая на постаменте словно на табурете, чтобы не замочить ног, а сырую почву, какая-то святая с полными щеками, упругой грудью, надувавшей платье, как гроздь спелого винограда в мешке, с низким лбом, с коротким и упрямым носом, с глубоко сидевшими глазами, здоровым, грубоватым и мужественным выражением крестьянки здешних мест. Это сходство, сообщавшее статуе мягкость, которой я не искал в ней, часто подтверждалось какой-нибудь девушкой с соседних полей, подобно нам пришедшей на паперть укрыться от дождя. Эта девушка, словно листья ползучего растения, обвивавшегося вокруг листьев, высеченных из камня, как будто самой судьбой предназначалась для того, чтобы мы могли путем сопоставления с природой судить о правдивости художественного произведения. Перед нами в отдалении земля обетованная или проклятая Руссенвиль, в стены которого мне никогда не случалось проникать. Руссенвиль, когда дождь уже прекратился для нас, либо продолжал, словно библейский город, подвергаться каре, насылаемый на него в виде грозовых стрел, косым потоком хлеставших дома его обитателей, либо получал уже прощение от вседержителя, освещавшего его бахромой позлощенных лучей неравной длины, вроде тех, что нимбом окружают на престольную даро-хранительницу, вновь заблиставшего на небе солнца. Иногда погода в конец портилась, нам приходилось возвращаться и сидеть дома в заперти. Вдали, посреди равнины, которую надвинувшаяся темнота и насыщенный влагой воздух делали похожий на море, одинокие дома, прилепившиеся к склону холма, погруженного во мрак, и потоки дождя блестели там и сям, словно кораблики, свернувшие паруса и на всю ночь ставшие на якорь в открытом море. Но какая важность, что шел дождь, что бушевала гроза. Летом ненастье есть лишь мимолетное и поверхностное дурное настроение глубже лежащей устойчивой хорошей погоды, совершенно отличной от неустойчивой и текучей хорошей погоды зимой. И даже прямо ей противоположной, утвердившись и упрочившись на земле в форме густой листвы, на которую дождь может литься потоками, нисколько не порти ее неизменно радостного настроения, разве не выбросила она на несколько месяцев на городских улицах, на стенах домов и на садовых оградах шелковые свои фиолетовые или белые флаги. Сидя в маленькой гостиной за книгой в ожидании обеда, я слышал, как лились потоки с наших каштанов, но я знал, что ливень лишь полирует их листья и что они останутся там, как залоги лета, в течение всей дождливой ночи, чтобы гарантировать непрерывность хорошей погоды. Дождь мог идти сколько угодно, все равно над белой оградой Танцунвиля завтра будут волноваться те же бесчисленные листочки в форме сердца. Без малейшего огорчения увидел я, как тополь на улице Першан молит грозу о пощаде, с отчаянием отвешивая ей поклоны. Без малейшего огорчения слышал я в глубине сада последние раскаты грома, грохотавшего в кустах сирени. Если погода с утра бывала ненастной, то мои родные отказывались от прогулки и я не выходил на улицу. Но впоследствии я усвоил привычку ходить в такие дни один в сторону Мезеглис-Лавинес той осенью, когда нам пришлось приехать в Камбре, чтобы уладить вопрос о наследстве, оставленном тетей Леонии, ибо она наконец умерла, доставив торжество и тем своим соседям, которые утверждали, что образ ее жизни расшатывает ее здоровье и в заключении совсем убьет ее, но они в меньшей степени также и тем, кто всегда бывали убеждены, что она больна невоображаемой, но самой настоящей болезнью, очевидность которой теперь, когда она умерла от этой болезни, должны признать самые отъявленные скептики. Умерла, не причинив своей смертью большого горя никому, за исключением одного лица, но зато горе этого лица не поддавалось описанию. В течение двух недель смертельной болезни тети, Франсуаза не покидала ее ни на одно мгновение, не раздевалась, никому не позволяла подходить к тете и не разлучалась с ее телом вплоть до минуты, когда его опустили в землю. Тогда только мы поняли, что тот постоянный страх, в котором жила Франсуаза, страх неприязненных слов, подозрений и гнева тети, прикрывал собою чувства, принимавшиеся нами за ненависть, но на самом деле являвшиеся благоговением и любовью. Ее подлинные госпожи, чьи решения невозможно было предвидеть, чьи козни трудно было разрушить, чье доброе сердце легко было умилостивить, ее царицы, ее загадочной всемогущей повелительницы больше не было. Рядом с тетей все мы стоили в ее глазах очень мало. Давно прошло то время, когда, приезжая на каникулы в Камбре, мы обладали у Франсуазы таким же обаянием, как и тетя. В ту осень, с утра до вечера занятые выполнением необходимых формальностей, переговорами с нотариусами и фермерами, мои родные почти не имели времени для прогулок, которым к тому же неблагоприятствовала погода. Поэтому они стали отпускать меня одного гулять в сторону Мизиглиза, закутывая для защиты от дождя в большой плед, который я с тем больше охотой набрасывал себе на плечи, что чувствовал, насколько шотландские его клеточки оскорбляют Франсуазу, неспособную вместить в своем уме мысль, что цвет платья человека не стоит ни в какой связи с его чувствами. Она вообще находила нашу скорбь по поводу тетиной смерти совершенно недостаточной, потому что мы не устроили большого званого обеда после ее похорон, нисколько не меняли тона голоса, говоря о ней, и я иногда даже напевал. Я уверен, что в книге в этом отношении чувства мои совершенно совпадали с чувствами Франсуазы. Такое представление о трауре в духе песни о Роланде и скульптуры на паперте Сент-Андре де Шан показалось бы мне весьма привлекательным. Но как только Франсуаза подходила ко мне, так тотчас какой-то злой дух подстрекал меня рассердить ее. Я пользовался малейшим предлогом сказать ей, что я оплакиваю кончину тети, потому что несмотря на все свои смешные странности, она была добрым человеком, а вовсе не потому, что она была моей тетей. Она отлично могла бы быть моей тетей и в то же время быть мне ненавистной, так что ее смерть не причинила бы мне никакого горя. Утверждение, которое, прочитая я его в книге, показалось бы мне нелепостью. Если в таких случаях Франсуаза, наполненная подобно поэту потоком неясных мыслей по поводу смерти, горя, семейных воспоминаний, извинялась, что не может опровергнуть мои теории, говоря, я не умею выражаться, я торжествовал, услышав это признание с ироническим и грубоватым видом, достойным доктора Перспье. Если она прибавляла, все же она была ваша родительница, всегда нужно относиться с уважением к родительницам. То я пожимал плечами и говорил, я не могу тратить время на спор с безграмотной старухой, не умеющей правильно говорить на своем родном языке. Становясь для осуждения Франсуазы на узкую и мелочную точку зрения педантов, роль которых очень способны разыгрывать даже люди, относящиеся к ним с величайшим презрением при беспристрастной оценке их поступков, когда этим людям приходится выступать на подмостках заурядной повседневной жизни. Мои прогулки в ту осень были тем более приятны мне, что я совершал их после долгих часов, проведенных над книгой. Уставший читать целое утро в комнатах, я накидывал на плечи плед и выходил из дому. Тело мое, вынужденное в течение долгого времени хранить неподвижность, накопляло огромный запас жизненной энергии и ощущало потребность, подобно пущенному волчку, расходовать ее во всех направлениях. Стены домов, изгородь Тансонвильского парка, деревья руссинвильского леса, покрытые кустарником холм подле Монжувена, получали удары зонтиком или палкой, слышали радостные возгласы. И те и другие были лишь видимым выражением смутных представлений, наполнявших меня радостным возбуждением. Не достигнув еще полного своего развития состояния покоя в свете разума, они предпочитали медленной и трудной работе логического прояснения, легче достающееся удовольствие непосредственного и немедленного выхода наружу. В большинстве случаев кажущееся истолкование наших переживаний является не более чем чисто внешним освобождением нас от них, выходом их наружу в неотчетливой форме, нисколько не помогающей нам познать их. Пытаясь отдать себе отчет, чем я обязан прогулкам в сторону Мизиглиза, сознать маленькие открытия, непосредственно вдохновленные ими или же такие, для которых они являлись только случайной рамкой, я припоминаю, что именно в ту осень, во время одной из таких прогулок, возле поросшего кустарником крутого откоса, прикрывавшего Монжувен, меня впервые поразило это несоответствие между нашими впечатлениями и привычным их выражением. Однажды, после целого часа энергичной борьбы с дождем и ветром, я вышел к стоявшей на берегу Монжувенского пруда избушке, крытой черепицей, в которой садовник господина Вентейля держал свой инструмент. В этот миг вновь выглянуло солнце, и золотые лучи его, вымытые проливным дождем, снова засияли на небе, на деревьях, на стене избушки, на ее еще мокрой черепичной крыше, по гребню которой прохаживалась курица. Ветер пригибал к низу пробивавшуюся к стене сорную траву и раздувал перья на курице, причем и трава, и перья отдавались на волю ветра до самого своего основания, словно неживые инертные вещи. Черепичная крыша рисовала на поверхности пруда, снова ставшей зеркальной подсолнечными лучами, полоску розового мрамора, до сих пор никогда еще не привлекавшую моего внимания. Увидя, как отраженная в воде стена отвечает бледной улыбкой улыбнувшемуся небу, я закричал в диком восторге, размахивая сложенным зонтиком «во-во-во-во-во-во». Но в то же время я почувствовал, что мне нельзя ограничиваться этими бессмысленными словами, а надо постараться глубже исследовать причины моего восторга. И в этот миг, благодаря проходившему мимо крестьянину с довольно мрачным выражением лица, которое еще больше помрачнело, когда я чуть не угодил в него зонтиком, так что он совсем нелюбезно ответил мне на мое замечание «прекрасная погода, не правда ли?» Приятно в такой денек прогуляться. Я понял также, что одни и те же эмоции не возникают у людей одновременно в предустановленном порядке. Впоследствии, каждый раз, когда слишком продолжительное чтение вызывало у меня желание поговорить, товарищ, к которому я обращался, как раз в эту минуту кончал приятную болтовню и хотел только, чтобы ему дали спокойно почитать. И если я исполнялся нежных мыслей по отношению к своим родным, если я принимал самые благоразумные решения, наиболее способные доставить им удовольствие, то как раз в это самое время они узнавали о каком-нибудь уже позабытом мною грешке и начинали сурово меня отчитывать, когда я бросался к ним в объятия, чтобы расцеловать их. Иногда к радостному возбуждению, вызванному одиночеством, присоединялось другое сильное чувство, так что я не знал, которому из них следует отдать предпочтение. Чувство, рожденное желанием увидеть перед собой крестьянскую девушку, которую я мог бы сжать в своих объятиях. И сопровождавшее его наслаждение возникало столь внезапно, что я не успевал точно определить его причину в потоке самых разнообразных мыслей. И оно казалось мне лишь апогеем наслаждения, доставленного этими мыслями. Я находил лишнюю прелесть во всем, что было в этот момент в моем сознании. В розовом отражении черепичной крыши, в сорной траве, росшей на стене избушки, в деревне Руссенвиль, куда давно уже мне хотелось пойти, в деревьях Руссенвильского леса, в колокольне Руссенвильской церкви, благодаря неизвестному мне раньше волнению, делавшему появление этих представлений более желанным лишь потому, что именно их я считал его виновниками. мне мне оказалось, что мое волнение только и стремится к тому, чтобы как можно скорее перенести меня к ним, надувая мои паруса неведомым мне мощным попутным ветром. Но если это желание появления женщины прибавляло в моих глазах к прелестям природы еще более пьянящие очарования, то прелести природы, в свою очередь, расширяли и углубляли слишком ограниченное по своему содержанию очарование женщины. Мне казалось, что красота деревьев была также и ее красотой, что ее поцелуй раскроет передо мной душу этих горизонтов деревни Руссенвиль, книг, прочитанных мною в этом году. Таким образом, мое воображение черпало новые силы из соприкосновения с моей чувственностью. Чувственность напитывала собою все области воображения, и мое желание не знало больше границ. Вот почему, как это случается в минуты, когда, замечтавшись на лоне природы, мы отрешаемся от привычных своих представлений, перестаем считаться с отвлеченными понятиями о вещах, и наполняемся глубокой верой в оригинальность, в индивидуальное лицо места, на котором мы находимся. Прохожая, призываемая моим желанием, казалась мне не просто случайным экземпляром родового понятия женщина, но необходимым и естественным порождением этой земли. Ибо в те времена все, что не было мною, земля и живые существа, казались мне более драгоценными, более значительными, наделенными более реальным бытием, чем то, какое они имеют в глазах взрослых людей. Я не отделял друг от друга землю и живые существа. Я желал крестьянскую девушку из Мезиглиза или Руссенвиля, рыбачку из Бальбека так же, как желал самый Мезиглиз и Бальбек. Наслаждение, которое эти девушки могли мне доставить, показалось бы мне менее подлинным, я перестал бы верить в него, если бы в моей власти было изменить его обстановку. Встреча в Париже с рыбачкой из Бальбека или с крестьянкой из Мезиглиза была бы равносильно получению в подарок раковин, каких я никогда не увидел бы на морском берегу, или папоротника, какого я никогда не нашел бы в лесу. Она отняла бы у наслаждения, которые способны были доставить мне эти женщины, все другие наслаждения, посреди которых рисовало мне их мое воображение. Но блуждать по руссенвильским лесам, не встречая крестьянки, которую хотелось бы обнять, значило не узнать тайного сокровища, глубоко скрытой красоты этих лесов. Девушка эта, всегда испещренная в моих представлениях тенью листвы, сама была для меня своеобразным местным растением, отличавшимся от всех прочих лишь большей утонченностью, растением, структура которого позволяет острее, чем в других растениях, ощутить своеобразный вкус местности, где оно выросло. Я мог тем легче поверить этому, а также тому, что ласки, в которых она дала бы мне ощутить этот вкус, сами отличались бы своеобразием и доставили бы мне наслаждение, какого я не мог бы познать с другой женщиной. От того, что был тогда и долго еще должен был оставаться в возрасте, когда мы еще не отвлекли этого наслаждения от обладания различными женщинами, с которыми мы его познали, еще не свели его к общему понятию, позволяющему затем рассматривать женщин, как меняющиеся орудия всегда торжественного наслаждения. В этом возрасте оно не существует даже как нечто обособленное, отделенное и отчетливо сознанное, как конечная цель нашего знакомства с женщиной, как причина тревоги, испытываемой нами в его предвкушении. Едва ли даже мы думаем о нем, как о предстоящем нам наслаждении. Скорее мы считаем его личным очарованием, свойственным известной женщине, ибо мы не думаем о себе, мы думаем лишь о том, как бы выйти за пределы своего я. Смутно чаемое, внутренно присущее нашему чувству и глубоко в нем скрытое, наслаждение это в момент, когда оно испытывается, лишь доводит до такого пароксизма другие наслаждения, доставляемые нам нежными взорами и поцелуями находящиеся возле нас женщины, что кажутся нам по преимуществу чем-то вроде нашей иступленной благодарности нашей подруге за доброту ее сердца и ее трогательное внимание к нам, степень которого мы измеряем расточаемыми ею благодеяниями и счастьем. Увы, напрасно умолял я башню Руссенвильского замка, напрасно просил я ее послать мне навстречу какую-нибудь девушку из окружавшей ее деревни, взывая к ней как единственному свидетелю, которому я открывал первые свои желания, когда с чердака нашего дома в Камбре из маленькой комнатки, пахнувшей ирисом, мне видна была в четырехугольнике полуоткрытого окна одна только эта башня, в то время как с героическими колебаниями путешественника, отправлявшегося в неисследованные еще страны или разуверившегося в жизни самоубийцы, почти лишаясь сил, прокладывал я в себе самом неведомую дорогу, могущую, казалось мне, привести меня к смерти, пока эмоция не иссякала, а на листьях дикой черной смородины, свешивавшей ко мне своей ветви, не обозначался некоторый естественный след, вроде следа, оставляемого улиткой. Напрасно взывал я к ней теперь, напрасно держал я в поле своего зрения всю окружавшую меня местность, дренируя ее жадными своими взглядами, желавшими выудить из нее какую-нибудь женскую фигуру. Я мог дойти таким образом до самой паперти Сент-Андре-де-Шан. Никогда не удавалось мне заметить девушку, которую я неизменно встречал, когда ходил гулять в обществе дедушки и когда не мог следовательно завязать с ней разговор. Бесконечно долго устремлял я взгляд на ствол отдаленного дерева, из-за которого она обыкновенно появлялась и шла мне навстречу. Подвергнутый исследованию горизонт оставался пустынным, сгущались сумерки, без всякой надежды сосредоточивал я теперь свое внимание на этой бесплодной почве, на этой истощенной земле, словно желая извлечь из нее могущие заключаться в ней живые существа. С бешенством, а не с радостным возбуждением осыпал я теперь ударами зонтика или палки деревья руссенвильского леса, из-за которых не показывалось ни одно живое существо, словно это были деревья, нарисованные на полотне панорамы, когда, не будучи в силах примириться с необходимостью возвращения домой, не заключив предварительно в свои объятия так страстно желанную женщину, я все же принужден был поворачивать свои стопы назад, по направлению Камбре, и согласиться, что возможность появления ее на моем пути с каждой минутой все менее и менее вероятна. Впрочем, если бы даже она попалась мне навстречу, хватило ли бы у меня смелости заговорить с нею? Мне оказалось, что она посмотрела бы на меня как на сумасшедшего, ибо я перестал верить в разделение другими существами желаний, возникавших у меня во время моих прогулок и никогда не осуществлявшихся. Я перестал верить в их существование вне меня. Они рисовались мне теперь лишь как чисто субъективные, немощные, иллюзорные создания моего темперамента. У них не было больше связи с природой, с миром реальных вещей, который с этого момента утрачивал всякое очарование и всякое значение и становился чисто условной рамкой моей жизни вроде той, какой является для действия романа железнодорожный вагон, на скамейке которого пассажир читает его, чтобы убить время. Может быть, также на основании другого впечатления, полученного мною в Монжувене несколько лет спустя, впечатление, оставшегося тогда темным, составилось у меня значительно позднее представления о садизме. Читатель увидит в свое время, что по всем другим причинам воспоминанию об этом впечатлении суждено было сыграть важную роль в моей жизни. Произошло это в очень жаркую погоду. Родным моим необходимо было отлучиться куда-то на целый день, и они позволили мне не торопиться с возвращением домой, если мне захочется погулять подольше. И вот, дойдя до Монжувенского пруда, на поверхности которого я так любил наблюдать отражение черепичной крыши, я растянулся под тенью кустарника и уснул на возвышавшемся подле дома откосе, в том месте, где я ожидал когда-то своих родителей в дни, когда они ходили в гости к господину Вентейлю. Проснулся я уже совсем в сумерках, я хотел встать и идти домой, но в эту минуту увидел мадмуазель Вентейль или по крайней мере подумал, что это она, так как я редко встречался с нею в Камбре и притом в те времена, когда она была еще почти девочкой, тогда как теперь она уже делалась барышней. Она должно быть только что пришла и стояла лицом ко мне всего в нескольких десятках сантиметров от меня, в той самой комнате, где ее отец принимал моих родителей. Теперь она устроила в ней свою маленькую гостиную. Окно было приотворено, горела лампа, я видел все ее движения, оставаясь незамеченным ею, но если бы я стал уходить, кустарник затрещал бы, она услышала бы меня и могла бы подумать, что я спрятался нарочно с целью подсматривать. Она была в глубоком трауре, так как недавно умер ее отец. Мы не навестили ее, моя мать не захотела пойти к ней, ее удержала добродетель, которая одна только способна была поставить границы ее доброте, стыдливость. Но она до глубины сердца жалела девушку. Мама помнила печальный конец жизни господина Вентейля, целиком поглощенного сначала взятой им на себя ролью матери и няньки своей дочери, затем причиненными ею страданиями. Она ясно видела измученное выражение, нисходившее с лица старика все эти страшные последние годы. Она знала, что он навсегда отказался от переписки Набила своих произведений, написанных им в последнее время, ничтожных, как нам казалось, вещиц, старого преподавателя музыки, отставного деревенского органиста. Мы были вполне уверены, что ценность их очень невысокая и не относились к ним пренебрежительно только потому, что они были ему очень дороги и составляли единственный смысл его жизни, перед тем, как он пожертвовал ими ради своей дочери. В большинстве случаев они не были даже записаны и хранились только в его памяти, да и те, что были записаны на отдельных клочках бумаги, крайне нечетко, обречены были оставаться в безвестности. Мама думала также о другом, еще более жестоком отречении, на которое вынужден был господин Вентель, об отказе от надежд на счастливое, честное и окруженное уважением будущее дочери. Когда мама представляла себе всю стрясшихся над старым учителем музыки моих тетушек, она бывала искренне опечалена и с ужасом думала, в каком горе должна быть мадмуазель Вентель, какими она должна мучиться угрызениями совести при мысли, что именно она была главной виновницей смерти отца. Бедняга Вентель, говорила мама, он жил ради своей дочери и умер из-за нее, не получив награды за свою любовь. Получит ли он ее после смерти и в какой форме? Эта награда может быть дана ему только ее поведением. В глубине комнаты мадмуазель Вентель на камине стояла небольшая фотографическая карточка ее отца, которую она взяла в руки и внимательно рассматривала как раз в тот момент, когда раздался шум подъезжавшего с противоположной стороны дома экипажа. Затем она опустилась на диван и придвинула вплотную к нему столик, куда поставила портрет, совсем так, как господин Вентель ставил когда-то на видном месте вещь, которую желал сыграть моим родителям. Вскоре в комнату вошла ее подруга. Мадмуазель Вентель поздоровалась с нею не вставая, руки ее были закинуты за голову. Она только немного отодвинулась, как бы давая место пришедшей. Но едва только она сделала это движение, как ей показалось, что порыв, с которым она предлагала своей подруге поместиться на диване рядом, может быть принят тою, как навязчивость. Она подумала, что та предпочитает сесть на стул подальше от нее. Она нашла свой жест нескромным, ее чувствительное сердце наполнилось тревогой, она снова растянулась на диване во всю его длину, закрыла глаза и принялась зевать, желая показать таким образом, что желание спать было единственной причиной, заставившей ее развлечься. Несмотря на кажущуюся грубость ее обращения с подругой, я узнавал подобострастные и робкие жесты, внезапную нерешительность и сомнения, так характерные для ее отца. Вдруг она встала, подошла к окну и сделала вид, будто пытается закрыть ставни, и это ей не удается. «Не закрывай, мне жарко», сказала подруга. «Но это неприятно, нас увидят», ответила мадмуазель Вентейль. Но тут ей вероятно пришло в голову, что подруга подумает, будто эти слова были сказаны ею лишь с целью побудить ту, произнести в ответ определенные другие слова, которые мадмуазель Вентейль действительно желала услышать, но из скромности предоставляла подруге первой заговорить на занимавшую ее тему. «Вот почему я уверен, что взгляд мадмуазель Вентейль, хотя черты ее лица были видны мне неотчетливо, принял так нравившееся моей бабушке выражение, когда она поспешно прибавила «Я хотела сказать «Увидят нас за чтением». Ужасно неприятно сознавать, что чьи-то глаза подглядывают за вами, хотя бы вы занимались самым прозаическим делом». Вследствие инстинктивного благородства натуры и бессознательной учтивости, она удерживалась от произнесения задуманных слов, которые считала необходимыми для полного осуществления своего желания. И все время из глубины ее робко и застенчивая девушка молила о пощаде и оттесняла на второй план грубоватого, но всегда победоносного солдафона. «О да, за нами наверное подглядывают в этот час, в этой людной местности», иронически ответила ей подруга. «Притом не все ли равно», прибавила она, считая своим долгом сопроводить лукавым и нежным взглядом эти слова, по доброте сердечной произнесенной ею подчеркнуто циничным тоном, словно заученный наизусть урок, который она знала, приятно будет услышать мадмуазель Вентель. «Если нас увидят, тем лучше». Мадмуазель Вентель вздрогнула и обернулась к ней. Ее совестливое и чувствительное сердце не знало, какие слова должны самопроизвольно вырваться из ее уст в соответствии со сценой, которую жадно хотела ее чувственность. Она пыталась по возможности отрешиться от своей подлинной моральной природы, найти язык свойственной порочной девушки, за каковую она желала выдавать себя. Но слова, которые, по ее мнению, эта последняя произнесла бы вполне искренна, казались ей звучащими фальшиво в ее собственных устах. И то немногое, что она позволила себе, было сказано ею тоном принужденным, в котором привычная ее робость парализовала покушение быть дерзкой и пересыпалась вопросами. Тебе не холодно? Тебе не очень жарко? Ты не хочешь остаться одна и почитать? У мадемуазель, по-видимому, очень похотливые мысли сегодня, закончила она свою речь, вероятно, повторяя фразу, слышанную ею раньше из уст подруги. Мадемуазель Вентель вдруг почувствовала в вырезе своей креповой блузки укол поцелуя подруги. Она слегка вскрикнула, вырвалась, и обе девушки стали гоняться друг за дружкой, вскакивая на стулья, размахивая широкими рукавами, как крыльями, кудахча издавая крики, словно влюбленные птицы. Беготня эта кончилась тем, что мадемуазель Вентель в изнеможении упала на диван, где ее заслонила от моих взоров наклонившаяся над нею фигура подруги. Эта последняя была обращена спиной к столику, на котором стоял портрет старого учителя музыки. Мадемуазель Вентель понимала, что подруга не увидит его, если она не привлечет к нему ее внимание, и вот она воскликнула, словно сама только что сейчас заметила его. «Ах, на нас глядит карточка моего отца. Не понимаю, кто это мог поставить ее здесь? Двадцать раз я говорила, что тут ей совсем не место». Я вспомнил, что с этими словами господин Вентель обращался к моим родителям, извиняясь перед ними за то, что тетрадка с нотами стоит на неподобающем месте. Должно быть, этот портрет служил необходимой принадлежностью их ритуала, неизменно подвергался ими поруганию, так как подруга ответила ей следующими словами, являвшимися, по-видимому, литургийными. «Оставь его, пусть он стоит. Он не может теперь докучать нам. Теперь он не станет хныкать, не станет кутать тебя в пальто, увидев, что окно открыто, противная старая обезьяна». Мадемуазель Вентель ответила «Перестань, перестань» тоном мягкого упрека, свидетельствовавшим о доброте ее сердца. Слова эти не были продиктованы негодованием на столь оскорбительный отзыв о покойнике. Она, очевидно, приучила себя с помощью каких софизмов подавлять в себе это чувство в такие минуты. Но скорее являлись как бы уздой, добровольно, из нежелания производить впечатление эгоистки, налагаемые ею на наслаждение, которое пыталась доставить ей подруга. Кроме того, эта благожелательная сдержанность, которую она отвечала на поношение подруги, этот лицемерный и нежный упрек, казались, может быть, ее открытой и доброй душе, особенно гнусной и подобострастной формой той злодейской позы, которую она пыталась принять. Но она не могла устоять перед притягательной силой удовольствия, доставляемого ей нежностями особы, только что обнаружившей такую безжалостность беззащитному покойнику. Она прыгнула на колени подруги и целомудренно подставила ей для поцелуя свой лоб, как она сделала бы это, если бы была ее дочерью. С наслаждением чувствовала она, что обе они доводят таким образом до крайнего предела жестокость по отношению к господину Вентейлю, похищая у него священные права отца и подвергая поруганию даже в могиле. Подруга привлекла к губам голову мадмуазель Вентель и запечатлела на лбу ее поцелуй с готовностью, обусловленной действительно большим расположением к мадмуазель Вентель и желанием по возможности скрасить столь печальную теперь жизнь сироты. «Знаешь, что я хотела бы сделать этой старой уродине?» сказала она, беря портрет. И она что-то прошептала на ухо мадмуазель Вентель, но я не мог расслышать. «О, у тебя не хватит смелости! У меня не хватит смелости плюнуть сюда, на эту рожу!» скричала подруга с умышленной грубостью. «Больше я ничего не слышал, потому что мадмуазель Вентель с видом усталым, неловким, озабоченным, невинным и печальным подошла к окну и закрыла ставни. Но я знал теперь, какую награду получил по смерти господин Вентель от своей дочери за все страдания, перенесенные им из-за нее при жизни». И все же, размышляя над этой сценой впоследствии, я пришел к выводу, что если бы господин Вентель присутствовал при ней, он, пожалуй, не потерял бы веры в доброту сердца своей дочери и даже, пожалуй, не был бы в этом отношении совсем неправ. Конечно, во всех поступках мадмуазель Вентель видимость зла была так велика, что едва ли его можно было встретить осуществленным в такой полноте у кого-нибудь кроме садистки. Скорее в огнях рампы бульварных театров, чем при свете лампы скромного деревенского дома, можно увидеть девушку, заставляющую свою подругу плевать на портрет отца, посвятившего дочери всю свою жизнь. И по большей части именно садизм является в повседневной жизни причиной жажды мелодраматических эффектов. Возможно, конечно, что и не будучи садисткой, девушка способна с такой же крайней жестокостью, как и мадемуазель Вентель, надругаться над памятью своего покойного отца и также вызывающе отнестись к его желаниям. Но подобная особа не выразит своих чувств в акте, исполненном такого грубоватого, такого наивного символизма. Преступный элемент ее поведения будет искуснее скрыт от глаз посторонних и даже от ее собственных глаз, поскольку даже себе самой она не признается в том, что поступает дурно. Преступный элемент ее поведения будет искуснее скрыт от глаз посторонних и даже от ее собственных глаз, поскольку даже себе самой она не признается в том, что поступает дурно. Но если отвлечься от внешности, то зло в сердце мадмуазель Вентель, по крайней мере в первоначальной стадии, было, вероятно, смешано с другими элементами. Садистка, подобная мадмуазель Вентель, является актрисой зла, каково и не могла бы быть особо насквозь порочная, ибо зло не является чем-то внешним по отношению к этой последней. Оно кажется ей вполне естественным и даже в некотором роде неотделимо от нее. И поскольку у девушки порочной никогда не было культа таких вещей, как добродетель, почтительное отношение к памяти умерших, дочерняя любовь, поругание их не доставило бы ей святотатственного наслаждения. Садистки типа мадмуазель Вентель, существа настолько чувствительные, насколько по природе своей добродетельные, что даже чувственное наслаждение кажется им чем-то дурным, привилегии людей порочных. И если сами они соглашаются на мгновение отдаться ему, то стараются при этом надеть на себя и на своих соучастников личину порока, чтобы испытать на мгновение иллюзию освобождения от контроля своей нежной и совестливой натуры, иллюзию бегства в бесчеловечный мир наслаждения. И мне стала понятна вся желанность для нее этого бегства, когда я увидел, до какой степени она не способна была осуществить его. В тот миг, когда она хотела как можно меньше походить на своего отца, она напомнила мне манеру мыслить и говорить, так характерную именно для старого учителя музыки. Гораздо больше, чем фотографическую карточку старика, она подвергала поруганию и заставляла служить наслаждению свое сходство с отцом, хотя это сходство постоянно оставалось между наслаждением и ею и мешало ей с самозабвением отдаться ему. Подвергала поруганию голубые глаза его матери, переданные им ей по наследству, подобно семейной драгоценности. Его любезные жесты, помещавшие между пороком и мадемуазель Вентель и ею самою, обороты речи и мысли, не предназначенные для порока и препятствовавшие ей смотреть на него, как на нечто в корне отличное от многочисленных обязанностей, возлагаемых на нее вежливостью и так для нее привычных. Не порок внушал ей идею наслаждения, казавшегося ей привлекательным, скорее само наслаждение казалось ей порочным. И так как каждый раз, когда она отдавалась ему, оно сопровождалось в ее сознании порочными мыслями, в другое время совершенно чуждыми ее добродетельному уму, то в заключение она стала находить в наслаждении нечто дьявольское, стала отожествлять его со злом. Быть может, мадемуазель Вентель чувствовала, что ее подруга не была в конец испорченной и не была также искренной, когда обращалась к ней с кощунственными своими словами. Но во всяком случае, она с наслаждением ощущала на своем лице ее поцелуи, видела ее улыбки, ее взгляды, притворные, может быть, но похожие по своему низменному и порочному выражению не на те, что присущи человеку доброму и многострадавшему, но на те, что свойственны существу жестокому, живущему в свое удовольствие. На мгновение она способна была вообразить, будто она действительно забавляется так, как могла бы забавляться со столь бесчеловечной соучастницей девушка, всерьез испытывающая лютую ненависть к памяти покойного отца. Может быть, она не считала бы порог состоянием столь редким, столь необыкновенным, столь экзотическим, погружение в которое действует так освежающе, если бы была способна различить в себе, как и во всех вообще людях, глубокое равнодушие к причиняемым ими страданиям, являющееся, как бы мы ни называли его, самой распространенной и самой страшной формой жестокости. Если прогулка в сторону Мизиглиза была делом сравнительно простым, то совсем иначе обстояла с прогулкой в сторону Германта, ибо она требовала много времени, и мы должны были прежде всего быть спокойными относительно погоды. Когда нам казалось, что наступила полоса хороших дней, когда Франсуаза, опечаленная тем, что не падала ни капли на бедные хлеба, и не видевшая на безмятежной небесной лазури ничего, кроме изредка проплывавшего белого облачка, с сокрушением восклицала, эти облака не дать не взять акулы, резвятся себе, высунув наверх морду. Ах, нет у них в мыслях покрапить дождиком на бедных землепашцев. А вот когда хлеба созреют, то дождь начнет лить как из ведра, не переставая и не обращая внимания, куда он льет, словно под ним открытое море. Когда отец неизменно получал благоприятные ответы от садовника и от барометра, то кто-нибудь из них говорил за обедом. «Завтра, если погода удержится, мы пойдем в сторону Германта». Мы отправлялись сразу же после завтрака через маленькую садовую калитку, выводившую нас на улицу Першан, узкую и изогнутую под острым углом, поросшую травой, в которой две или три осы проводили день за герборизацией. Улицу, столь же причудливую, как и ее название, откуда как будто проистекали любопытные ее особенности и ее неприветливая физиономия. Улицу, которую мы напрасно стали бы искать в теперешнем Камбре, где на ее месте возвышается школа. Но в мечтах моих о Камбре, подобно тем архитекторам, ученикам Виолеле Дюка, которые, вообразив, будто они открыли под Амбаном эпохи Ренессанс и алтарем XVII века следы романского хора, приводят все здание в состояние, якобы присущее ему в XII веке, я не оставляю ни камня от теперешней постройки. Я проникаю взором сквозь нее и реставрирую улицу Першан. И нужно сказать, что для восстановления ее я располагаю более точными данными, чем те, что обыкновенно находятся в распоряжении реставраторов. Я храню в своей памяти несколько картин, может быть последних, какие вообще существуют в настоящее время и обреченных вскоре на гибель, того, чем был Камбре в дни моего детства. Картин, в силу того обстоятельства, что он сам начертал их во мне прежде, чем исчезнуть с лица земли столь же волнующих. Если только можно сравнивать неясный образ воспоминания с теми знаменитыми произведениями, репродукции которых любила дарить мне бабушка, как старинные гравюры «Стайной вечери» или же картина «Джентеля Беллини», где мы можем видеть в несуществующем теперь состоянии шедевр Винчи или портал Святого Марка. Мы проходили по улице птицы перед старой гостиницей подстреленной птицы, в большой двор которой вкатывали некогда в семнадцатом веке кареты герцогинь де Монпансье, германтов и де Монмаранси, когда им нужно было приезжать в Камбре для какой-нибудь тяжбы со своими фермерами или для получения от них присяги в верности. Затем мы выходили на городскую площадку для игр, сквозь деревья которой виднелась колокольня Сент-Илер. И мне очень хотелось сесть там на скамейку и провести целый день за книгую, слушая звон колоколов, ибо устанавливалась такая прекрасная погода и в воздухе было так тихо, что когда били часы, то не было впечатления, будто бой этот нарушает полуденное спокойствие, но лишь казалось, что он освобождает день от отягчающего его содержания, и что колокольня, с ленивой и пунктуальной точностью особы, которой нечего делать, надавливает в определенные мгновения на преизбыточность тишины, чтобы выжать из нее и уронить в пространство несколько золотых капелек, медленно и естественно накапливаемых в ней жарою. Наибольшей прелестью прогулки в сторону Германта было то, что почти все время нам нужно было идти по берегу Вивоны. В первый раз мы пересекали реку через 10 минут по выходе из дому, по пешеходному мостику, называвшемуся Старым мостом. Каждый год, на следующий же день после нашего приезда, в пасхальное утро, по выслушании проповеди, если погода была хорошая, я бежал туда, окруженный беспорядком, бывающим всегда в утро большого праздника, когда рядом с пышными приготовлениями, тем более убогой кажется, неубранная еще посуда и предметы повседневнего обихода, посмотреть на реку, медленно катившую свои небесно-голубые воды среди еще черных и голых берегов и сопутствуемую только кучками преждевременно зажелтевшего златоцветника и первых буквиц. Изредка, впрочем, можно было увидеть голубое пламя фиалки, стебелек который изгибался под тяжестью заключенной в ее чашечке благоуханной капельки. Старый мост выходил на тропинку Бечевник, летом в этом месте всю обраймленную голубоватой листвой орешника, под тенью которой всегда сидел рыбак в соломенной шляпе, точно вросший там землю. В камбре, где я знал каждого и всегда мог определить, какой кузнец или мальчик из бокалейной лавочки скрывается под ливреей церковного привратника или под стихарем певчего, этот рыбак был единственным лицом, которое я не мог бы опознать. Должно быть, он был знаком с моими родными, потому что приподнимал шляпу, когда мы проходили мимо. Я хотел тогда спросить его имя, но мне делали знак, чтобы я молчал, так как мой голос мог спугнуть рыбу. Мы поворачивали на тропинку, извивавшуюся по крутому берегу на несколько футов выше уровня реки. Другой берег был низкий, на нем тянулись луга до самого городка и даже до расположенного еще дальше вокзала. Луга эти были усеяны наполовину скрытыми в высокой траве остатками замка графов камбрейских. Средние века течением вивоны, защищенного с этой стороны от нападения сеньоров германских и аббатов мартенвильских. Сейчас замок этот представлял собой лишь несколько обломков башен, слегка бугривших ровную поверхность луга, едва заметных, откуда некогда арбалетчик метал камни, откуда дозорный наблюдал за тем, что происходит в Навпон, Клерфонтен, Мартенвилле-Сек, Байол-Казен, в ассальных территориях сеньоров германских, в которые вклинивался камбре. Обломки эти едва возвышались над травой, и по ним карабкались школьники из конгрегации христианских братьев, приходившие сюда учить уроки или играть во время рекреаций. Седая старина, почти ушедшая в землю и расположившаяся на берегу реки, словно гуляющий, присевший освежиться, давала уму моему обильную пищу, заставляла имя камбре обозначать для меня не только теперешний маленький городок, но также весьма отличный от него исторический город, пленяла мое воображение непонятными и чуждыми для нас теперь чертами, наполовину скрытыми в желтом ковре лютиков. Их было очень много в этом месте, облюбованном ими для резвых своих игр в траве. Они росли поодиночке, парами, группами, желтые, как яичный желток, глинцевитые в тем большей степени, казалось мне, что не будучи способен отнести удовольствие, доставляемое мне их видом, какому-либо вкусовому ощущению. Я сосредоточивал его на их золотистой поверхности до тех пор, пока оно не становилось настолько мощным, что создавало в моем уме представление о самодавлеющей, не служащей никаким практическим целям красоте. Так бывало, начиная с самого раннего моего детства, когда с прибрежной тропинки я протягивал к ним руки еще прежде, чем научился произносить их прелестное имя, годное для принцев из французских волшебных сказок. Вся душа моя неслась к этим пришельцам, переселившимся сюда, может быть, несколько веков тому назад из Азии, но навсегда натурализовавшимся среди французских деревень, довольным окружавшим их скромным горизонтом, любящим солнце и берег реки, верным неширокому виду, открывавшемуся на вокзал, и все же до сих пор хранящим, подобно некоторым нашим старым полотнам, в простонародной своей простоте, поэтический блеск Востока. Я с удовольствием смотрел на графины, пускаемые в Вивону мальчишками для ловли пескарей. Наполненные речной водой и, в свою очередь, окруженные водой, являясь одновременно вместилищем, чьи прозрачные стенки подобны были отвердевшей воде, и вмещаемым, погруженным в более обширное вместилище из жидкого и текучего хрусталя, они вызывали образ свежести, более усладительный и более раздражающий, чем тот, что они вызвали бы, если бы стояли на сервированном столе, ибо показывали эту свежесть лишь в ее непрерывной текучести, между неосязаемой водой, в которой мои руки не могли схватить ее и плотным стеклом, в котором мое небо не могло бы ощутить ее вкуса. Я все собирался снова прийти туда с удочкой. Я выпрашивал кусочек хлеба из корзинки, подаваемой к завтраку, катал из него шарики и бросал их в Вивону, где они, казалось, обладали способностью приводить воду в состоянии пересыщенного раствора, ибо она тотчас же густела вокруг них яйцевидными гроздьями хилых головастиков, которые, несомненно, до тех пор были растворены в ней невидимы, но совсем готовы подвергнуться кристаллизации. Несколько поодаль течение Вивона засоряется водяными растениями. Сначала они попадаются в одиночку, например, какая-нибудь кувшинка, так несчастливо выросшая посреди водяной струи, что та не давала ей ни минуты покоя, и, подобно механически движущемуся парому, цветок приставал к одному берегу лишь для того, чтобы снова отплыть к другому, вечно повторяя свой двойной путь. Увлекаемый к одному из берегов, стебель его распрямлялся, удлинялся, вытягивался, достигал крайнего предела растяжения, затем струя снова подхватывала его, зеленый трос сворачивался и приводил бедное растение к его исходному пункту, могущему быть названным так с тем большим правом, что оно ни секунды не оставалось там и обречено было снова повторять свое неизменное движение. В каждую из наших прогулок я всегда находил его все в том же беспомощном состоянии, напоминавшем состояние неврастейников в той категории, куда, по мнению дедушки, следовало отнести тетю Леонию. Неврастейников из года в год без всякого изменения, являющих нам зрелище странных привычек, от которых, как им кажется, они вот-вот готовы избавиться, но которым остаются верны до самой смерти. Подхваченные шестерней своих недугов и маний тщетно пытаются они вырваться на свободу. Усилия их лишь обеспечивают неуклонное функционирование их странной, роковой и гибельной диететики. Такова была эта водяная лилия, похожая также на одного из тех несчастных, необыкновенное мучение которых, непрестанно повторявшееся в течение вечности, привлекло к себе любопытство Данте. И он обстоятельнее расспросил бы его о природе и причинах у самих жертв, если бы Вергилий, ушедший далеко вперед, не заставлял его поспешно бежать за ним вдогонку, как заставляли меня догонять их мои родные. Но дальше течение замедляется. Река проходит по частному владению, доступ в которое был открыт для публики его собственникам, большим любителям водяной садовой культуры, насадившим в маленьких прудах, образуемых здесь вивоной, целые сады водяных лилий. Так как берега в этом месте поросли густыми рощами, то тень от деревьев давала воде известную окраску, обыкновенно темно-зеленую. Но по временам, когда мы возвращались домой прояснившимися после грозового полудня вечерами, я видел на поверхности воды чистые и яркие синие тона, почти фиолетовые, похожие на перегородчатые эмали в японском вкусе. Там и сям на воде краснел, словно земляника, цветок кувшинки с алым сердцем в кольце белых лепестков. Дальше цветов росло больше, но они были более бледные и не такие лоснящиеся, более шероховатые, в более густых складочках, и случай разбрасывал их в таких изящных узорах, что мне казалось, будто я вижу плывущие по течению, как после меланхолического финала изысканного праздника во вкусе ватто, растрепанные гирлянды бледных роз. В другом месте, казалось, сохранен был уголок для более грубых сортов, с опрятными белыми и розовыми, как у ночных фиалок, лепестками, вымытыми с хозяйственной заботливостью, словно фарфоровая посуда, тогда как немного подальше другие кувшинки, прижавшиеся друг к дружке и образовавшие настоящую плавучую грядку, похожи были на анютины глазки, прилетевшие сюда словно мотыльки из какого-то сада поддержаться на своих полированных голубоватых крылышках над прозрачной тенистостью этого водного цветника. Этого небесного цветника также, ибо он давал цветам почву тона более драгоценного, более волнующего, чем тон самих цветов. И сверкала ли она под кувшинками в полдень калейдоскопом молчаливого, ненасытного и переменчивого счастья, или же наполнялась, словно далекий какой залив, розовыми грезами закатного солнца, непрестанно меняя окраску, но всегда гармонируя вокруг более устойчивой окраски венчиков лилий, с тем, что есть самого глубокого, самого мимолетного, самого таинственного, с тем, что есть самого бесконечного в каждом мгновении. И в полдень, и вечером водяные эти лилии цвели, казалось, в лоне самого неба. Миновав этот парк, Вивона вновь ускоряла свое течение. Сколько раз наблюдал я и желал поступать точно так же, когда волен буду жить, как мне заблагорассудится, гребца, который, уронив весла и запрокинув голову, лежал на спине, растянувшись во весь рост, пустив лодку по течению, видя только медленно скользящее над ним небо и изображая на лице своем предвкушение счастья и покоя. Мы присаживались между ирисами на берегу реки. В праздничном небе лениво плыло беспечное облачко. По временам истомленной скукой карп всплескивал над водой в каком-то отчаянном порыве. Нам пора было подкрепиться. Перед тем, как вновь пуститься в путь, мы долго ели фрукты, булку и шоколад, сидя на траве, и к нам доносились с горизонта ослабленные, но еще густые и металлические звуки колокола Сент-И-Лер. Они нисколько не растворялись в воздухе, которые пересекались с таких уже давних пор, но разъятые на части последовательным своим трепетанием, вибрировали над самыми венчиками цветов у наших ног. Иногда мы проходили мимо стоявшего у самой воды и окруженного деревьями дома какой-то загородной дачи, одинокого, затерянного, не видевшего ничего, кроме реки, омывавший его фундамент. Молодая женщина, задумчивое лицо которой и элегантные вуали были неместного происхождения, и которое должно быть прибыло сюда, чтобы, согласно народному выражению, схорониться в этом доме, вкушать горькое удовольствие от сознания, что ее имя, и особенно имя того, чье сердце она не могла удержать, здесь неизвестно. Глядела из окна, не позволявшего ей видеть дальше причаленные у двери лодки, она рассеянно поднимала глаза, заслышав за деревьями, росшими на берегу, голоса прохожих, по которым, еще перед тем, как увидеть их лица, она с уверенностью могла заключить, что никогда эти прохожие не знали и никогда не узнают неверного ее любовника, что ничто в их прошлой жизни не хранило знака о нем, и никогда в их будущем им не случится получить этот знак. Чувствовалось, что в своем отречении она добровольно покинула места, где могла бы, по крайней мере, поглядеть на того, кого она любила, променяв их на места, которые его никогда не видели. И я замечал, как, возвратившись с дальней прогулки по дороге, на которой, как ей хорошо было известно, он никогда не покажется, она снимала со своих покорившихся судьбе рук длинные перчатки, вкладывая в это движение ненужную ей теперь грацию. Во время наших прогулок в сторону Германта никогда не могли мы добраться до истоков Вивоны, о которых я часто думал, и которые были в моем представлении чем-то столь абстрактным, столь идеальным, что когда мне сообщили об их местонахождении в нашем департаменте на расстоянии определенного числа километров от Камбре, я был также удивлен, как удивлялся, узнав, что пункт, где, по мнению древних, открывался вход в преисподнюю, существует в действительности на земной поверхности. Равным образом никогда не могли мы дойти до предела, которого мне так хотелось достигнуть, до самого Германта. Я знал, что там был замок, где жили герцог и герцогиня германские, знал, что они были реальные и подлинно существующие персонажи, но каждый раз, когда я думал о них, я представлял их себе то на гобелене, как графиню германскую на короновании эсфири, висевшем в нашей церкви, то в переливчатых радужных тонах, как жильбера дурного на витраже, где из капустно-зеленого он делался сливано-синим, в зависимости от того, погружал ли я еще руку в святую воду или подходил уже к нашим стульям, то совсем не осязаемыми, как образ Женевьевы Брабанской, родоначальницы фамилии Германтов, образ, проектируемый волшебным фонарем на занавеске моей комнаты и подчас даже на потолок, словом, всегда окутанными тайной мировинкской эпохи и купавшимися, словно в лучах закатного солнца, в оранжевом свете, источаемым звучным слогом «Анд». Но если, несмотря на это, они были для меня в качестве герцога и герцогини существами реальными, хотя и необыкновенными, зато их герцогская личность расширялась до огромных размеров, делалась невещественной, чтобы быть способной вместить в себя тот германт, герцогом и герцогиней которых они были, всю залитую солнцем сторону германта, течение вивоны, ее кувшинки и развесистые деревья и бесконечную вереницу прекрасных, летних, послеполуденных часов. И я знал, что они не только носили титул герцога и герцогини германских, но начиная с XIV века, когда после безуспешных попыток одержать верх над своими прежними сеньорами, они объединились с ними путем браков и стали также графами камбрейскими, следовательно, первыми гражданами камбре, хотя и единственными из всех граждан, не жившими в нем, графами камбрейскими, обладавшими камбре, вплетшими его в свое имя и свою личность и несомненно носившими на себе печать той странной и набожной меланхолии, которая была такой характерной особенностью камбре, с собственниками города, но города в целом, а не какого-либо отдельного дома в нем, пребывавшими, вероятно, на дворе на улице между небом и землею, как тот Жильбер Германский, у которого я мог видеть на витражах апсиды Сент-Элер, только покрытую черным лаком оборотную сторону, если задирал голову, когда ходил за солью камю. Случалось, что, гуляя в стороне германта, я проходил иногда мимо садиков с влажной почвой, над оградой которых поднимались гирлянды темных цветов. Я останавливался перед ними в надежде приобрести драгоценное новое знание, ибо мне казалось, что перед глазами моими находится кусок той речной области, в которой мне так хотелось побывать после того, как я познакомился с описанием ее в книге одного из моих любимых авторов. С этой именно областью, с ее воображаемой почвой, изрезанной множеством обливавшихся пеной потоков, отожествился, изменив воображение моем свою внешность, германт, когда я услышал от доктора Перспье о цветах и прелестных ручьях и фонтанах, которые можно было видеть в замковом парке. Мне грезилось, что герцогиня германская пригласила меня туда, по внезапному капризу воспылав ко мне страстью. Целый день она занималась вместе со мною ловлю форели, а вечером, проходя со мною под руку мимо садиков своих вассалов, показывала мне гирлянды фиолетовых и красных цветов, свешивавшихся над низкой оградой, и сообщала мне их название. Она просила меня рассказать ей содержание стихотворений, которые я собирался написать. И так как я хотел в будущем стать писателем, то грезы эти напоминали мне, что пора уже решить, что именно собираюсь я писать. Но как только я задавался этим вопросом, стараясь найти сюжет, в который я мог бы вложить бесконечно глубокое философское содержание, ум мой переставал работать, перед мысленным взором моим открывалась одна лишь пустота, и я приходил к убеждению, что либо у меня вовсе нет таланта, либо какая-нибудь болезнь мозга мешает ему развиться. Иногда я рассчитывал на помощь моего отца. Он был таким могущественным человеком, в такой милости у власть имущих, что ему удавалось иногда добиться для нас нарушения законов, которые Франсуаза научила меня считать более непреложными, чем законы жизни и смерти. Например, отложить на год обязательную окраску фасада нашего парижского дома, единственного в целом квартале, получавшего такую льготу, или выхлопотать у министра для сына госпожи Сазра, собиравшейся ехать на воды, разрешение держать выпускные экзамены на два месяца раньше назначенного срока, вместе с кандидатами, фамилии которых начинались на букву А, не дожидаясь, когда придет очередь для кандидатов с фамилиями на С. «Если бы мне случилось тяжело заболеть или быть похищенным разбойниками, то, будучи убежден, что мой отец находится в слишком хороших отношениях с высшими властями и располагает слишком влиятельными рекомендательными письмами Господу Богу, чтобы болезнь моя или мой плен могли оказаться чем-либо большим, чем пустые призраки, нисколько для меня не опасные. Я спокойно дожидался бы часа неминуемого возвращения к отрадной действительности, часа освобождения или выздоровления. Быть может, это отсутствие таланта, эта черная дыра, зиявшая в моем уме, когда я искал сюжета для своих будущих произведений, была также только невещественной иллюзией, рассеющейся благодаря вмешательству моего отца, который, опираясь на свои связи с правительством и с проведением, устроит так, что я окажусь первым писателем эпохи. Но в другие минуты, когда мои родные выходили из терпения, видя, что я задерживаюсь на дороге вместо того, чтобы следовать за ними, моя действительная жизнь переставала казаться мне искусственным созданием моего отца, которое он мог видоизменять по собственному произволу. Но, напротив, представлялась помещенной в некоторую реальность, созданную не для меня, реальность, решение которой невозможно было обжаловать, в которой у меня не было союзников и друзей, и за пределами которой не таилось решительно ничего. Мне казалось тогда, что я существую подобно всем прочим людям, что так же, как и они, я состарюсь и умру, и что среди них я лишь принадлежу к числу лиц, лишенных литературного дарования. В результате я приходил в отчаяние и навсегда отрекался от литературы, несмотря на ободряющие речи Блока. Это интимное и непосредственное чувство, это ощущение ничтожества моей мысли, превозмогало все расточаемые передо мной льстивые слова, подобно тайным угрызениям совести, мучающим человека злого, хотя бы все восхваляли его добрые дела. Однажды мама сказала мне, «Ты все расспрашиваешь о герцогине германской? Так как доктор Перспье отлично вылечил ее четыре года тому назад, то она, вероятно, приедет в Камбре на свадьбу его дочери. Ты сможешь увидеть ее в церкви». Мне вообще приходилось больше всего слышать о герцогине германской от доктора Перспье, который как-то показал нам даже номер иллюстрированного журнала, где она была изображена в платье, бывшем на ней на костюмированном балу у принцессы Леонской. Действительно, во время венчания движение, сделанное церковным сторожем, позволило мне увидеть сидевшую в пределе белокурую даму с большим носом, голубыми проницательными глазами, пышным шарфом из лилового шелка, глинцевитого, нового и блестящего, и небольшим прыщом на носу. И так как на красном лице ее, ей, видимо, было очень жарко, я различал расплывчатые и едва уловимые частицы сходства с показанным мне портретом, так как особенно своеобразные черты, подмеченные мною в этой даме при моей попытке назвать их, выражались как раз в тех же терминах «большой нос», «голубые глаза», какими пользовался доктор Перспье, описывая в моем присутствии наружность герцогини германской, то я сказал себе «эта дама похожа на герцогиню германскую». Однако предел, откуда она слушала мессу, был пределом Жильбера Дурнова, под гладкими могильными плитами которого, желтоватыми и неровными, как поверхность пчелиного сота, покоился прах графов Брабанских. И я помнил, как мне когда-то сказали, что этот предел отводился для семьи германтов в тех случаях, когда кто-нибудь из ее членов желал присутствовать на церковной службе в Камбре. По всей вероятности, в числе их была только одна женщина, похожая на портрет герцогини германской, которая могла быть в этот день, день, когда ожидали именно ее, находиться в пределе Жильбера Дурнова. «Значит, это была она». Разочарование мое было огромно. Оно проистекало от того, что, думая о герцогине германской, я давал слишком большую волю воображению и всегда представлял ее себе в тонах гобелена или витража в костюме другой эпохи, состоявшей из другого вещества, чем все остальные люди. Никогда мне не приходило в голову, что у нее может быть красное лицо, лиловый шарф, как у госпожи Сазра. И овал ее щек так сильно напоминал мне лиц, которых я видел в нашем доме, что у меня мелькнуло подозрение, правда сейчас же рассеявшееся, будто эта дама, по физическому своему составу, по всем своим молекулам, не имеет ничего общего с сущностью герцогини германской. И будто ее тело, ничего не ведавшее о громком имени, прилагаемом к нему, принадлежит к определенному женскому типу, охватывающему также жен врачей и коммерсантов. «Так вот она какая, герцогиня германская, только-то, — говорил оказалось, внимательное и изумленное выражение, с каким я рассматривал этот образ, который, понятно, не имел ничего общего с образом, столько раз являвшимся моим мечтам, под тем же именем герцогини германской. Ибо он не был, подобно другим образом, произвольно создан моей фантазией, но впервые предстал моим глазам лишь несколько мгновений тому назад, здесь, в церкви. Он был иной природы, не окрашивался по произволу, подобно прочим в оранжевые тона звучного слога, но обладал такой реальностью, что все в нем, вплоть до прыщика, горевшего на носу, удостоверяло его подчиненность законам жизни, как в театральном апофеозе складка на платье феи, дрожание ее мизинца, выдают физическое присутствие живой актрисы. Не будь чего, мы остались бы в неуверенности, не находится ли перед нашими глазами простая картина волшебного фонаря. Но в то же время я пытался приложить к этому образу, пришпиленному в поле моего зрения большим носом и живыми глазами, может быть потому, что они первые проникли в него, первые отпечатлелись в нем в момент, когда я не успел еще сообразить, что женщина, являвшаяся мне таким образом, может быть герцогиней германской. Пытался приложить к этому совсем свежему и неподвижному образу мысль, это герцогиня германская. Однако мне удалось только поместить эту мысль на некотором расстоянии от образа, так что они казались двумя дисками, двигавшимися в разных планах. И вот эта герцогиня германская, о которой я так часто грезил, теперь, когда я видел, что она реально существует вне меня, забрала еще больше власти над моим воображением. На миг парализованное соприкосновением с так отличавшейся от моих ожиданий действительностью, оно понемногу стало оправляться и говорить мне. Славные еще задолго до Карла Великого германты обладали правом казнить и миловать своих вассалов. Герцогиня германская происходит от Женевьевы Брабанской. Она незнакома и не согласится водить знакомство ни с кем из лиц, присутствующих здесь в церкви. И, о чудесная независимость человеческого взора, привязанного к лицу нитью столь свободной, столь длинной, столь растяжимой, что он может разгуливать один вдали от человека, в то время как герцогиня германская сидела в пределе над могильными плитами своих предков, взгляды ее блуждали там и сям, скользили по колоннам, останавливались даже на мне, подобно солнечному лучу, заглядывающему во внутренность церкви. Но в момент, когда я получал его ласки, казалось сознававшему то, на что он падает. Что касается самой герцогини, то она сидела неподвижно, притворившись подобно матери, будто она не замечает шалостей и озарства своих детей, играющих и заговаривающих с лицами, с которыми она незнакома. Поэтому мне невозможно было определить, одобряет она или порицает в этом состоянии праздности и покоя беспечное блуждание своих взоров. Я придавал большое значение тому, что она не покидает церковь раньше, чем я вдоволь нагляжусь на нее, ибо уже в течение нескольких лет считал лицезрение ее чем-то страшно желанным и не отрывал глаз от нее, как если бы каждый из моих взглядов мог материально оторвать от нее и сложить в сокровищницу моей памяти длинный нос, красные щеки, все эти частности, дававшие мне, казалось, столь драгоценные, подлинные и исключительные сведения о ее лице. Теперь, когда меня побуждали находить его прекрасным, все мысли, которые я относил к нему, и особенно, может быть, постоянно присущее нам желание, этот своеобразный инстинкт сохранения лучших частей нашего существа, всячески избегать разочарования, помещая его, так как дама, сидевшая передо мной и созданная ранее моим воображением герцогиня Германская, являлись одним и тем же лицом. Вне остального человечества, с которым в момент чистого и не осложненного никакой мыслью созерцания ее внешности, я смешал бы ее, я приходил в негодование, слыша, как окружающие меня говорили, она красивее, чем госпожа Сазра, чем мадемуазель Вентель, точно ее вообще можно было сравнивать с ними. И останавливая свои взгляды на ее белокурых волосах, на ее голубых глазах, на линиях ее шеи, и оставляя без внимания черты, которые могли бы напомнить мне другие женские лица, я восклицал по адресу этого намеренно незаконченного эскиза. Как она прекрасна! Какое благородство! Да, это действительно гордая представительница рода германтов, потомок Женевьевы Брабанской, дама, которую я вижу перед собою. И мое внимание, сосредоточенное на этом лице, до такой степени обособило его от окружающего, что даже сейчас, когда я вспоминаю об этой свадебной церемонии, я не способен вызвать образ ни одного из присутствовавших на ней лиц, за исключением ее и церковного сторожа, ответившего мне утвердительно на мой вопрос, действительно ли эта дама герцогиня германская. Но я ее вижу отчетливо, особенно в момент, когда присутствующие стали вереницы подходить к ризнице, освещенной горячим лучом то показывавшегося, то вновь прятавшегося в облаках солнца, день был ветреный и дождливый. Герцогиня была окружена всеми этими обывателями камбре, которые не были известны ей даже по именам, но ничтожество которых так рельефно подчеркивал ее превосходство, что она не могла не чувствовать самой искренней благожелательности по отношению к ним, сознавая к тому же, что простота и обходительность в обращении сделают ее в их глазах еще более обаятельной. Поэтому, лишенная возможности посылать свои взгляды в определенных направлениях и сообщать им то особенное выражение, с каким мы обращаемся к замеченному нами в толпе знакомому, но вынуждены ограничиться непрестанным источением из своих глаз потока голубого света, которое она бессильно была сдержать, она старалась произвести как можно более благоприятное впечатление, не хотела показаться высокомерной, маленьким этим людям, которых встречал на своем пути голубой поток ее взглядов, которых каждое мгновение он омывал. До сих пор еще вижу я над пышным шелковым лиловым шарфом ее приветливые и слегка недоумевающие глаза, взгляду которых она сообщала, не решаясь предназначить ее для кого-либо в отдельности, но так, чтобы каждый мог получить от нее свою часть, немножко робкую улыбку Сюзерена, как бы извинявшегося за свое присутствие среди любимых вассалов. Улыбка эта упала и на меня, ни на минуту не спускавшего глаз с ее лица. Тогда, вспомнив взгляд, который она остановила на мне во время мессы, голубой, как луч солнца, проникавший в церковь сквозь витраж Жильбера Дурнова, я сказал себе, конечно же, она обратила внимание на меня. Я вообразил, что моя наружность ей понравилась, что она будет думать обо мне и по уходе из церкви, и при этом воспоминаний, может быть, даже взгрустнет сегодня вечером в Германте. И тотчас же я воспылал к ней любовью, «Ибо если для того, чтобы мы полюбили женщину, иногда достаточно бывает бросить ей презрительный взгляд на нас, каковой, по моему мнению, бросила на меня бадмуазель Сван, достаточно бывает вообразить, что она никогда не будет принадлежать нам, то иногда для этого достаточно бывает напротив ее благожелательного взгляда, каким был взгляд герцогини Германской, достаточно мысли, что она может когда-нибудь принадлежать нам». Глаза ее синели, словно барвинок, который я не мог сорвать, но который она все же дарила именно мне. И солнце, подвергавшееся угрозе со стороны облака, но еще ярко освещавшее площадь и ризницу, окрашивало в тона герани разосланный на полу по случаю торжества красный ковер, по которому с улыбкой шествовала герцогиня и покрывала шерстяную его поверхность пушком розового бархата, световым налетом, сообщая пышному и радостному церемониалу оттенок своеобразной нежности и величавой мягкости, так характерный для некоторых страниц Лейн Грина и для некоторых картин Карпаччо, и делающий нам понятным, почему Бодлер мог приложить к звуку труб эпитет «Сладостный». Как часто после этого дня, во время прогулок в сторону Германта, сокрушался я еще больше, чем раньше, размышляя об отсутствии у меня литературного дарования, о необходимости отказаться от всякой надежды стать когда-нибудь знаменитым писателем. Горечь, которую я испытывал по этому поводу, оставаясь наедине немного помечтать, причиняла мне такие острые страдания, что для заглушения их ум мой по собственному почину, как бы благодаря запрету сосредоточивать внимание на боли, совершенно переставал думать о стихах, о романах, о писательской будущности, на которую отсутствие таланта не позволяло мне рассчитывать. Тогда, вне всякой зависимости от этих литературных забот и без всякой вообще видимой причины, вдруг какая-нибудь кровля от свет солнца на камне, дорожный запах, заставляли меня остановиться, благодаря своеобразному удовольствию, доставляемому мне ими, а также впечатлению, будто они таят в себе за пределами своей видимой внешности еще нечто, какую-то особенность, которую они приглашали подойти и взять, но которую, несмотря на все мои усилия, никогда не удавалось открыть. Так как я чувствовал, что эта таинственная особенность заключена в них, то я застывал перед ними в неподвижности, пристально в них вглядываясь, внюхиваясь, стремясь проникнуть своей мыслью по ту сторону видимого образа или запаха. И если мне нужно было догонять дедушку или продолжать свой путь, то я пытался делать это с закрытыми глазами. Я прилагал все усилия к тому, чтобы точно запомнить линию крыши, окраску камня, казавшиеся мне, я не мог понять почему, преизбыточными, готовыми приоткрыться, явить моему взору таинственное сокровище, лишь оболочкой которого они были. Разумеется, не эти впечатления могли снова наполнить меня утраченной надеждой стать со временем писателем и поэтом, потому что они всегда были связаны с каким-либо конкретным предметом, лишенным всякой интеллектуальной ценности и не содержащим в себе никакой отвлеченной истины. Но, по крайней мере, они доставляли мне иррациональное наслаждение, иллюзию некоего оплодотворения души, чем прогоняли мою скуку чувства моей немощности, испытываемые каждый раз, когда я искал философской темы для большого литературного произведения. Но возлагаемый на мою совесть этими впечатлениями формы, запаха или цвета долг, постараться воспринять то, что скрывалось за ними, был так труден, что я довольно скоро находил извинения, позволявшие мне уклониться от совершения столь изнурительных усилий и избежать сопряженного с ними утомления. К счастью, меня окликали мои родные. Я чувствовал, что в данную минуту у меня нет необходимого спокойствия для успешного продолжения моих взысканий и что лучше перестать думать об этом до возвращения домой, не утомлять себя до тех пор бесплодными попытками. И я не занимался больше таинственной сущностью, скрытой под определенной формой или определенным запахом, вполне спокойный на ее счет, потому что я приносил ее домой, огражденной видимыми и осязаемыми своими покровами, под которыми я найду ее еще живой, как рыбу, которую в дни, когда меня отпускали на уженье, я приносил в корзинке, прикрытой травою, сохранявшую мой улов свежим. Придя домой, я начинал думать о чем-нибудь другом, и таким образом в уме моем беспорядочно накоплялись, вроде того, как моя комната постепенно наполнялась собранными мною во время прогулок цветами и полученными в подарок безделушками, камень, на котором играл солнечный блик, крыша, звук колокола, запах листьев, множество различных образов, под которыми давно уже умерла смутно почувствованная когда-то реальность, а я так и не собрался с силами раскрыть ее природу. Однажды, впрочем, когда наша прогулка затянулась значительно дольше обычного, и мы очень обрадовались, так как начало уже вечереть, повстречав на обратном пути быстро мчавшийся экипаж доктора Перспье, который узнал нас, остановил лошадей и предложил нас подвезти, мне удалось несколько углубить одно из таких впечатлений, полученное по пути домой. Меня посадили на козлах рядом с кучером. Лошади мчались во весь опор, потому что перед возвращением в Камбре доктор должен был еще заехать в Мартенвилле-Сек, навестить одного больного, подле дома которого мы условились подождать его. На одном из поворотов дороги я испытал вдруг уже знакомое мне своеобразное, ни с чем не сравнимое наслаждение при виде двух освещенных закатным солнцем куполов Мартенвильской церкви, которые движение нашего экипажа и извилины дороги заставляли непрерывно менять место. Затем к ним присоединился третий купол. Купол в Явикской церкви. Несмотря на то, что он был отделен от первых двух холмом и долиной и стоял в долине на сравнительно более высоком уровне, мне казалось, что купол этот расположен совсем рядом с ними. Наблюдая и запечатлевая в сознании их остроконечную форму, изменение их очертаний, освещенную солнцем их поверхность, я чувствовал, что этим впечатление мое не исчерпывается, что за движением линий и освещенностью поверхностей есть еще что-то, что-то такое, что они одновременно как бы и содержат и прячут в себе. Купола оказались такими далекими, и у меня было впечатление, что мы приближаемся к ним так медленно, что я был очень изумлен, когда через несколько минут мы остановились перед Маттенвильской церковью. Я не понимал причины наслаждения, наполнявшего меня во время созерцания их на горизонте, и нахождение этой причины казалось мне делом очень трудным. Мне хотелось лишь сохранить в памяти эти двигавшиеся в солнечном свете очертания и не думать о них больше. И весьма вероятно, что если бы я поступил согласно моему желанию, то эти два купола разделили бы участь стольких деревьев, крыш, запахов, звуков, мысленно выделенных мною в особую группу по причине доставленного ими таинственного наслаждения, в природу которого я никогда не проникал глубже. Я спустился с козел, чтобы в ожидании доктора поговорить с сидевшими в экипаже моими родными. Пришло время снова трогаться в путь. Я занял свое место на козлах и обернулся, чтобы еще раз взглянуть на купола, которые вскоре в последний раз увидел на повороте дороги. Так как кучер был, по-видимому, не расположен разговаривать и едва отвечал на мои замечания, то за отсутствием другого собеседника мне пришлось ограничиться обществом самого себя и попытаться вспомнить мои купола. И вдруг их очертания и их залитые солнцем поверхности разодрались словно кора, в отверстие проглянул кусочек их скрытого от меня содержимого. Меня осенила мысль, которой у меня не было мгновения тому назад. Мысль эта сама собой облеклась в слова, и наслаждение, доставленное мне недавно видом куполов, от этого настолько возросло, что я совсем опьянел, я не мог больше думать ни о чем другом. В это мгновение, хотя мы и отъехали уже далеко от Мартенвилля, я обернулся назад и вновь их заметил. На этот раз они были совсем черные, потому что солнце уже закатилось. По временам повороты дороги вскрывали их от моих глаз, затем они показались в последний раз и больше я их не видел. Я не сознавал, что таинственное содержание Мартенвильских куполов должно иметь какое-то сходство с красивой фразой, но так как оно предстало мне в форме слов, доставивших мне наслаждение, то, попросив у доктора карандаш и бумагу, я сочинил, несмотря на тряску экипажа для успокоения совести и чтобы дать выход наполнявшему меня энтузиазму, следующий отрывок, который потом отыскал и воспроизвожу здесь лишь самыми незначительными изменениями. Одиноко возвышавшиеся над равниной и как бы затерянные в этой открытой и голой местности тянулись к небу два купола Мартенвильской церкви. Вскоре мы увидели три купола. Смелым прыжком присоединился к ним с некоторым запозданием купол в Евикской церкви. Минуты проходили, мы ехали быстро, и все же три купола неизменно оставались вдали от нас, словно три неподвижно стоявшие на равнине птицы, отчетливо видные в солнечном свете. Затем купол в Евикской церкви отделился, поместился на должном расстоянии, и мартенвильские купола остались в одиночестве, позлощенные закатным солнцем. Веселая игра солнечных лучей на их крутых скатах отчетливо видна была мне, несмотря на их отдаленность. Мы так медленно приближались к ним, что я думал, пройдет еще немало времени, прежде чем мы доберемся до них. Как вдруг экипаж сделал крутой поворот и подкатил к самой церкви. Она так внезапно стала на нашем пути, что если бы кучер не осадил лошадей, экипаж налетел бы на церковную паперть. Мы снова тронулись в путь. Мы покинули Мартенвиль, и деревня, провожавшая нас несколько секунд, исчезла, а мартенвильские купола и купол вьевика, одиноко оставшиеся на горизонте наблюдать наше бегство, все еще качали, прощаясь своими залитыми солнцем верхушками. Иногда один из них отодвигался в сторону, так, чтобы два других могли видеть нас еще некоторое время. Затем дорога изменила направление, они повернулись в светлом небе, как три золотые стержня и исчезли из поля моего зрения. Но немного погодя, когда мы подъезжали к Камбре и солнце уже закатилось, я увидел их в последний раз. Они были теперь очень далеко и казались тремя цветками, нарисованными на небе над низкой линией полей. Они напомнили мне также трех девушек из старинной легенды, покинутых в пустынном месте среди надвигавшейся темноты. И в то время, как мы галопом удалялись от них, я увидел, как они испуганно заметались в поисках дороги и после нескольких неловких отступающих движений их благородных силуэтов прижались друг к дружке, спрятались друг за дружкой, образовали на фоне еще розового неба одну только темную фигуру, очаровательную и безропотную и в заключении пропали во мраке. Никогда впоследствии не вспоминал я об этой странице, но когда я окончил свою запись, сидя на кончике козел, куда кучер доктора ставил обыкновенно корзину с птицей, купленной на мартенвильском рынке, по всему существу моему разлилось такое ощущение счастья, страница это так всецело освободило меня от наваждения мартенвильских куполов и скрытой в них тайны, что я заорал во все горло, словно сам был курицей, которая только что снеслась. Во время этих прогулок я в течение целого дня способен был мечтать о том, какое наслаждение быть другом герцогини германской, заниматься ловлей форели, кататься в лодке по Вивоне, жадно стремясь к счастью, я не просил от жизни в такие минуты ничего другого, пусть бы только вся она состояла из череды безмятежных послеполуденных часов. Но когда на обратном пути я замечал налево ферму, отделенную довольно большим расстоянием от двух других, расположенных напротив совсем близко, после чего до Камбре оставалась одна только дубовая аллея с примыкавшим к ней рядом небольших садиков, где росли рассаженные на равных расстояниях яблони, чертившие на зеленых лужайках, когда их освещало закатное солнце, японский узор теней, то сердце мое внезапно начинало колотиться. Я знал, что меньше, чем через полчаса мы будем дома, и что, как это бывало обыкновенно в дни, когда мы ходили в сторону Германта и обедали позже, меня пошлют спать сейчас же после первого блюда, вследствие чего мама, остававшаяся за столом, как в дни званых обедов, не поднимется попрощаться со мной в мою комнату. Пояс печали, куда я собирался вступить, был резко отграничен от пояса, где лишь несколько мгновений тому назад я прыгал от радости, совсем так, как иногда на небе розовая полоска бывает отделена какой-то невидимой чертой от полоски зеленой или черной. Вы видите, как птица летит по розовой полосе, приближается к ее краю, почти касается ее, затем пропадает в черной полосе. Еще мгновение тому назад вокруг меня роились желания пойти в Германт, путешествовать, жить счастливо. Теперь же я был настолько далек от них, что их осуществление не доставило бы мне никакого удовольствия. Как охотно я бы пожертвовал всем этим за возможность проплакать всю ночь в объятиях мамы. Я дрожал от волнения, не мог оторвать своих страдальческих глаз от маминого лица, которое не появится сегодня вечером в комнате, где я мысленно уже видел себя лежавшим в постели. Мне хотелось умереть. И это состояние продлится до завтра, пока утренние лучи не прислонят своих полос точно садовник лестницу к стене увитой настурциями почти до моего окна, и я не соскочу с кровати, чтобы помчаться в сад, совсем позабыв о том, что снова наступит вечер и вместе с ним час расставания с мамой. Таким образом, прогулки в сторону Германта научили меня различать состояния, попеременно овладевающие мною на определенный промежуток времени и даже распределяющие между собою каждый мой день, так что одно из них, появляясь, прогоняет другое с пунктуальностью перемежающейся лихорадки. Несмотря на свою смежность, они до такой степени чужды друг другу, до такой степени лишены средств сообщения между собой, что, пребывая в одном из них, я не способен больше понять и даже представить себе, чего я желал, чего страшился, что сделал, когда находился в другом. Таким образом, сторона Мезиглиза и сторона Германта остаются для меня связанными со множеством маленьких событий в области той из нескольких параллельных наших жизней, которая наиболее богата перипетиями. Я имею в виду жизнь интеллектуальную. Разумеется, она неуловимо в нас эволюционирует, и мы из-под валь подготовляли открытие истины, изменивших для нас ее смысл и ее облик, осветивших нам новые пути. Но эта подготовительная работа была подсознательной, и осенившие нас истины приурочиваются нами ко дню, к минуте, когда они стали нам видимыми. Цветы, игравшие тогда в траве, вода, струившаяся на солнце, весь пейзаж, окружавший их появление, продолжает сопровождать воспоминания о них совсем бессознательным или рассеянным обликом. И, конечно, когда они долгие часы созерцались скромным прохожим, мечтательным мальчиком, как король созерцается затерявшимся в толпе летописцем, этот уголок природы, этот закоулок сада никогда не могли бы предположить, что благодаря ему будут запечатлены и сохранены их самые мимолетные особенности. И все же этот запах боярышника, блуждающий вдоль изгороди, откуда вскоре его прогонит шиповник, мягкий шум шагов по усыпанной гравием дорожке, пузырь, образовавшийся возле водяного растения на поверхности реки, лишь для того, чтобы вскоре лопнуть, были унесены моим восторженным созерцанием. И ему удалось сохранить их в неприкосновенности в течение длинного ряда лет, в то время как дороги, пролегавшие мимо них, давно уже заросли травой, давно уже лежат в гробу те, кто ходил по ним, и умерло даже самое воспоминание о них. Иногда кусок пейзажа, донесенный таким образом до настоящего, рисуется настолько обособлено от всего прочего, что он одиноко плывет в моих мечтах, словно цветущий де лос. И я не способен даже сказать, из каких мест, из каких времен, может быть, просто из каких грез берет он свое начало. Но особенно на сторону мезиглиза и сторону германта смотрю я, как на самые глубокие пласты моей душевной почвы, как на тот нерушимый грунт, который сейчас еще служит основанием для воздвигаемых мною построек. Объясняется это тем, что, наблюдая вещи, сталкиваясь с людьми, я пришел к убеждению, что вещи и люди, с которыми они меня познакомили, суть единственные и до сих пор еще принимаемые мною всерьез и до сих пор еще доставляющие мне радость. Оттого ли, что вера, творящая действительность, иссякла во мне, оттого ли, что подлинная реальность образуется только памятью, цветы, показываемые мне теперь в первый раз, не кажутся мне настоящими цветами. Сторона мизиглиза с ее сиренью, боярышником, васильками, маками, яблонями, сторона германта с ее рекой, кишевшей головастиками, ее кувшинками и лютиками, навсегда остались для меня местами, где я хотел бы жить, требуя только, чтобы можно было ходить на рыбную ловлю, кататься в лодке, видеть развалины готических укреплений и находить среди хлебов, как Сент-Андре де Шан, какую-нибудь монументальную сельскую церковь, золотистую, как скирда пшеницы. И так как васильки, боярышник, яблони, которые мне случается встречать на полях во время моих прогулок, расположены на той же глубине, на уровне моего прошлого, то они сразу же находят доступ к моему сердцу. И все же у каждой местности есть своя индивидуальность, так что когда мной овладевает желание вновь увидеть сторону германта, я не был бы удовлетворен прогулкой по берегу реки, где росли бы такие же красивые, еще более красивые кувшинки, чем те, что я видел на Вивоне, и равным образом возвращаясь вечером домой, в час пробуждения во мне той тоски, которая впоследствии переселяется в любовь, и может даже стать ее неразлучной спутницей, я не желал бы, чтобы со мной пришла прощаться чья-нибудь чужая мама, хотя бы даже более красивая и более умная, чем моя. Нет, подобно тому, как единственной вещью, в которой я нуждался для того, чтобы заснуть счастливым сном, с тем безмятежным покоем, какого не могла мне дать впоследствии ни одна любовница, ибо мы сомневаемся в них даже в минуты, когда им верим, и никогда не обладаем их сердцем, как я получал его вместе с поцелуем от моей матери, все целиком, безоговорочно, без утайки в нем какой-либо задней мысли, без желаний, направленных куда-нибудь в другую сторону, а не на меня. Был приход ко мне мамы, ее склонившееся ко мне лицо, на котором пониже глаза, был, по-видимому, какой-то изъян, столь же дорогой мне, как и все в нем. Так и местность, где я вновь желал бы побывать, есть сторона германта в том виде, как я знал ее, с фермой, расположенной несколько в стороне от двух других, тесно прижавшихся друг дружке ферм, при повороте на дубовую аллею. Зеленые лужайки, на поверхности которых, когда закатное солнце делает ее зеркальный, как поверхность пруда, обрисовывается листва яблонь. Весь этот пейзаж, чья индивидуальная физиономия иногда ночью в сновидениях навязывается мне прямо-таки с фантастической силой, хотя по пробуждении я не могу найти следа от нее. «Несомненно, благодаря неразрывному сцеплению разнородных впечатлений, обусловленному одним лишь фактом одновременного получения их мною, сторона мезиглиза и сторона германта подвергли меня впоследствии множеству разочарований и даже заставили совершить множество ошибок. Ибо часто хотел я вновь увидеть какое-нибудь лицо, не сознавая, что мое желание бывало вызвано единственно только тем, что лицо это напоминало мне изгородь из цветущего боярышника. И я бывал склонен думать и уверять другого в возврате нежности к нему благодаря одному только желанию совершить поездку. Но в силу этих же самых своих особенностей, а также благодаря постоянному своему присутствию в тех истеперешних моих впечатлений, с которыми они могут найти какую-нибудь связь, они придают этим последним опору, глубину, некоторое добавочное по сравнению с другими впечатлениями измерение. Они наделяют их также очарованием и значением, доступным одному только мне. Когда летним вечером гармоничное небо начинает рычать, как дикий зверь, и все жалуются на грозу, мое воображение переносит меня в сторону Мизиглиза, где я представляю себя одиноко стоящим и в упоении вдыхающим сквозь шум проливного дождя приторный запах невидимой сирени. И вот часто лежал я таким образом до утра, мечтая о времени, проведенном мною в Камбре, о печальных бессонных вечерах, о стольких днях, образ которых был восстановлен в моей памяти сравнительно недавно, вкусом, в Камбре сказали бы ароматом, чашки чаю. И по ассоциации воспоминаний о том, что спустя много лет по оставлению мною этого городка я узнал по поводу любви Свана, изведанной им еще до моего рождения. Узнал в таких подробностях, которые иногда легче бывает получить относительно жизни людей, умерших несколько столетий тому назад, чем о жизни наших лучших друзей. Получение этих подробностей кажется даже делом вовсе невозможным, как казалось невозможным говорить из одного города в другой, пока не было сделано изобретение, преодолевшее эту невозможность. Все эти воспоминания, прибавляясь одни и к другим, мало-помалу образовали одно целое, не настолько однако однородное, чтобы я не мог различить между ними, между самыми старыми воспоминаниями, воспоминаниями сравнительно недавними, вызванными ароматом, и, наконец, воспоминаниями другого лица, сообщившего их мне. Если не расщелины, не трещины, то, по крайней мере, прожилки, цветные полосы, отмечающие в некоторых горных породах, в некоторых мраморах различное происхождение, различный возраст, различную формацию. Конечно, с приближением утра окончательно рассеивалась краткая неуверенность моего пробуждения. Я знал, в какой комнате нахожусь я в действительности, я восстановил ее вокруг себя в темноте, восстановил, ориентируясь на основании одной только памяти, или же пользуясь в качестве опорного пункта полоской бледного света, под который я поместил оконные занавески. Всю целиком, а также меблировал, как сделали бы это архитектор и обойщик, сохраняя первоначальное расположение окон и дверей, поставил на обычно занимаемые ими места зеркала и комод. Но едва только дневной свет, а не отблеск последних умирающих угольков на медном пруте для портьеры, ошибочно принятый мною за дневной свет, чертил в темноте, словно куском мела по черной доске свою первую белую исправляющую линию, как тотчас окно со своими занавесками покидало четырехугольник двери, где я ошибочно расположил его, и в то же время, чтобы дать ему место, письменный стол, неудачно поставленный моей памятью там, где должно было находиться окно, убегал во всю мочь, увлекая с собою камин и убирая стену, отделявшую мою комнату от коридора. Двор моего дома воцарялся на месте, где еще мгновение тому назад была расположена моя туалетная, и жилище, построенное мною в потемках, подвергалось участи всех других жилищ, на мгновение представших моему сознанию в вихре пробуждения. Оно обращалось в бегство этой бледной полоской, проведенной над занавесками, перстом занимавшегося дня. Продолжение следует...